Глава седьмая в Москве Города-крепости Кремля Высоки его стрельницы башни Крытые зеленым изразцом На башнях золотые орлы Под башнями тяжелые ворота Вокруг всех городов московских посады И вокруг Кремля тоже посады Там живет 200 тысяч посадских черных людей Три кольца стен охватывают в Москве Эти огромные посады Образуют собой еще три города Китай-город, Белый город, Земляной город В трех посадах за стенами Жизнь бьет ключом Московские посады тоже сплошь покрыты Чешуйками крохотных дворов Вокруг каждого двора тын Из заостренных бревен ворота На каждом дворе рубленная изба Какие стоят в деревнях по всей московской земле Избы крыты, какая как, тесом А больше дерном, соломой, берестой Каждый день мужик в одиночку По-своему ставит себе избу Посады огромный костер из бревен Проконопаченных пенькой Летнее знойное солнце, крепкие ветра Высушивают московские избы Что хворост, а налетит случаем беда Красный петух Зимой или летом Все ему равно Надрывно забьют на башнях На церквах, на баты Побежит, закричит, заплачет В тесных кривых улочках В переулочках Черный народ Будет подымать против огня иконы Растаскивать, рушить избы, тыны В охват пожара Молиться, клясть, гибнуть валом пламени Над городом встанут, пойдут Шатаясь, как пьяные огненные смерчи С черным дымом Под самые облака С гулом, с воем, с треском Полетят, посыплются на избы Горящие головни Искры солома Много раз Москва Сгорала дотла Выгорало все, что может сгореть Подымящимся холодеющим пожарящим Бродили с плачем погорельцы Искали горюны В холодном сером пепле Кто чего Кто закопанное во дворе серебро Кто дорогих косточек Но оставались стоять стены Кремля Его башни, его соборы И, глядишь, вновь звенят Бодрые стуки топоров Орудуют по Москве Новгородские, Галецкие, Ростовские плотники Плывут по Москве реке Из лесных мест на плотах Готовые избы Всенародный труд Быстро подымает Москву Из пепла свежими Медового цвета избами Бессмертна Москва Не потому, что прочны ее избы А потому, что Вечно сила ее Живой народ Москва бешено, молодо Хочет жить Скушен день до вечера Коли делать нечего Говорит пословица Жить для посадского человека Москвы Значит работать Как работают посады Всех московских городов Так же работает и Москва Московские кузнецы Куют все От подков От гвоздей До тончайших сканей На серебряных окладах икон На переплетах книг Ткачи Придут и ткут все От холста До рушников Тонких Камчатных скатертей Сапожники Тачают и простые И цветные сапоги С татарскими С татарскими Мягкими голенищами С головкой С выгибом С острым носком Вверх Богомазы Пишут иконы Несказанной красоты Серебряники Оковывают их Богатыми окладами Золотыми Цатами С самоцветами Тончайшей работы Цаты Украшение Бляшки Украшение Из драгоценных Металлов На иконе Дугообразное По форме Помещалось Вокруг Шеи Изображенной Фигуры Бронники Куют Оружьи Сабли Мечи Кинжалы Бердыши Пушкари Льют Пушки Паникодила Колокола Резчики Покрывают Хитрой резьбой Сундуки Поставцы Столы Лавки Наличники Окон Режут Из дерева Ложки Братины Точат Из дерева Чаши Блюда Миски Кровят их Розово-красным Лаком С золотом С цветами Портные Шьют Всю одежду Какая Надобна Человеку От овчинных Шуб От холщовых Подштанников И до щегольских Зипунов В обтяжку С узкими Рукавами С престижными Высокими Воротниками Козырем Низанными Жемчугами До богатых Кафтанов Из венецейских Бархатов Оловянщики Льют Оловянную Посуду Блюда Стаканы Кубки Скорники Подбирают То словно Мозаику А то Как целый Верх Меха Из головок Хребтин Душек Пупков Лапок Хвостов Рукавишники Вяжут Рукавицы Перчатки Чулки Кружевницы Плетут На коклюшках Кружева Тоньше Паутины Плотники Строят От простых Исп От церквей Обыденок Что строится По обещанию За один день С утра До вечера Сначала До конца До боярских Деревянных Затейливых Теремов Каменщики Кладут Белокаменные Соборы Золотошапошные Колокольни Хитрые Хитрые Каменные Расписные Царевы Палаты Варят В Москве Меды Душистые Как цветы Малиновые Клюквенные Яблочные И имбирные Сбитни Медовые Горячие Как огонь Квасы Ядреные Игристые Шибающие В нос Жарят Варят Пекут Кушанье Про которые В восторге Пишут Иностранные Дипломаты И все Что не делают Московские Люди Все Они делают Для себя По заказу Или на продажу На нужный Обиход На потребу Людям Всему Миру И не один Какой-нибудь Только мастер А все Они Умеют Делать Своё Дело Все Они Искусные Умелые Ловкие Мастера Московитам Не показывай Секретов Писал Один Иностранный Путешественник Они Все Сразу Перенимают На Ярославской Дороге Вскакал Возок С босыми Доспахомовым В ворота Земляного Вала Проскакал Прямиком К Сретенским Воротам День Был Солнечный Блестел Белый Снег Люди Шли Ехали Дровни Везли Сена Солому Дрова Зерно Мясо На торг Всякую Кладь Проезжали Сретенские Ворота Каменного Белого Города И Тихон Высунув Из воска Голову Дивился Белой Присадистой Башни Острому Верху С прапорцем Каменным Вдва Жилья Палатом Что стояли За воротами Слева Проехали Тащит По Само Нужнейшему Делу С пропускным Листом Да С фонарем А то Попадешь В земскую Избу Смотри Тихон За ночью По Москве Не ходи К ярышкам Ежель Не попадешь Так лихих Людей В проулке Берегись Разденут Убьют Запросто Наставлял И Пахомов Что верно То верно Подтвердил Кирилл Васильевич А вот и Китай Город Лубянские Ворота Раньше Тут лесной Торг Был Лесом Лубом Извами Торговали Ну Теперь Подали С глаз К Покровским Воротам Все Убрали Грязи Много Было Тут Теперь Лавки Стоят Разный Товар Лошади Взяли Вправо Бежали Вниз По Угору Мимо Высокого Тына У ворот Стрельцы За тыном Дымила Черно Каменная Башня Железно Грохотали Молоты Пушечный Двор С уважением Ткнул туда Пальцем Кирилл Васильевич Пушки Льют Колокола А вот Прямо Под горой Кузнецкая Слобода Речка Внизу Неглинная Кузнецкий Мост Вот он Через Речку А дальше По берегу Охотный Ряд Тут Оторгуют Ествой Всякой Ряды Вона Харчевый Калашный Прянишный Питейный Чего Хочешь Рукавицей Печатный Фигу Пожар Пожар Гости Ряды Ряды Все Лавки Видишь Сколько Товару Делает Москва Не зря Посадские Люди Живут А на вон Высокая Изба На подклете Дальше Наземные Блаженном Вишь Бабы Своё Рукоделье Продают Рукавицы Ширинки Чулки Кружева Шапки А там Вон А к Москве Реке Вниз Идёт С горы За Васильем Блаженным Овощной Ряд Овощ Всякая А от Овощного Ряда Вниз Вдоль Москвы Реки Рыбный Ряд Ух Сколько Рыбы Должно Уже На льду На Москве Реке Торгуют Заметил Пахомов Ага Согласился Кирилл Васильевич И крикнул Ямщику Давай Друг Налево К Москворецким Воротам Солнце Короткого Зимнего Дня Уже Клонилось К закату На Красную Площадь Ложилась Косая Тень Крыши Стена Были Покрыты Розовым Снегом Над Кремлем Громоздились Облака Медные Клюквенные Василий Блаженный Сиял Радугой Вдруг Колокольный Гул Потряс Словно Небо И землю Это Заговорил Медным Языком Кремль Невнятным Но Оглушающим Пугающим Властным Сани Неслись В тени Узкой Улицы Девушка В телогрейке Прикрывая Рукавичкой Рот Выглянуло Было Из Калитки Кирилл Васильевич Несколько Раз Привстал В нетерпении С сиденья И Наконец Крикнул Стой У ворот Молись Богу Доехали Он Снял Шапку Крестился И За ним Его Спутники Семен Исаак Чни Обессудь Загляни На час Будем Хлеб Соль Водить Эй Парень Греми В ворота Заезжай Во двор Распоряжался Старый Босой Греметь Имщик Не стал А вылез Заглянул В калитку Сказал Спокойно Ворота Отворяйте Сам Приехал Тихон Стоял Смотрел Все как везде Тын В два Прясла Выходил На улицу В нем Могутные Ворота С крышей Надва Ската Под крышей Медный Крест Во дворе Две Большие Избы На подклетях Связанные Высокими Синями К синям Взбежала Лестница На двух Бочатых Столбах На задней Избе Светлица Тут же Должно Мыленка Поварня Да Две избушки Для челяди Да Покрытый Снегом Погреб Восторженный Виск Потряс Воздух Тятенька Приехал С лестницы С крыльца Птицей Минда Замлела Мамонька Ветом Звон Звон Колоколов Москва Отвечала Кремлю В Кремле В углу Боровицких Ворот Стоит Царев Вверх Хоромы Восемнадцатилетнего Царя Алексея Пестрая Масса Разной Величины Зданий Деревянных И каменных Теперь в пламенеющее небо Подняты их Высокие крыши Справа Грановитой Палаты К ней Красное Крыльцо Под шатровыми Верхами Левее Золотая Палата С золотым Крыльцом Еще левее Набережная Палата С окнами В верхний Сад За Грановитой Палатой Теремной Дворец Да Оружейная Палата Меж ними Церковь Лазаря Высоко Поднялись Колымажные Ворота Въезд В царев Двор Около Которого Бояре Приезжая Оставляют Свои Колымаги А рядом С ним Церковь Сретенья Крыши Крыты Медью Досками Красного Цвета Зеленым Как рыбья Чешуя Гонтом На них Провезные Золоченные Раскрашенные Гребни Блестят Флюгера Петухи Скачущие Против Ветра На дыбах Коне И Прапорцы Флажки Гонт Род Дранки Покрытие Крыши Окошки В диковинных Этих Избах Узкие Малые Садящиеся Солнце Отражаясь От слюдяных Оконниц Зажигают В них Реки Блеска Хоромы Блеск Блеск Камень Борется Блеск 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 Царской И Морозовской Начальник Приказа Большой Казны Где Хранятся Царские Сокровища Он же Начальник Казенного Приказа Ведующего Всей Торговлей Он же Иноземного Приказа И Рейтерского Приказа Ведующих Всеми Иноземцами На Московской Службе Илья Данилович Мал Ростом Тучин Утиный Нос Вперед Из Бороды Выдался А рядом С ним Князь Трубецкой Алексей Никитич Начальник Казанского И Сибирского Приказов Что Ворочает Всей Соболиной Казной Сухой Плечистой Тут же Пробивается К царской Двери Князь Михаила Петрович Пронский Начальник Приказа Большого Прихода В руках Его Весь Хлеб Весь Контроль Доходов Казны Машет Руками В полголоса Спорит Начальник Пушкарского Приказа Окольничий Траханаитов Петр Тихоныч В его Руках Производство Всей Артиллерии Спорит Он С боярином Богданом Матвеичем Хитрово В чьих Руках Золотые Доходы Со всех Кабаков Кружечных Дворов Со всей Водки И Табака В стороне Стоит Помалкивает Только Кругом Высматривает Князь Долгорукий Юрий Алексеевич Начальник Разрядного Приказа Глава Вооруженных Сил Страны Тут И Начальник Поместного Приказа Сажающий Помещиков По всей Земле Семен Лукьянч Стрешнев Тут Старик Окольничий Прокопий Федорович Саковнин И Начальник Дворцового Приказа Заведующего Царским Двором Василий Васильевич Бутурлин Из Молодых До Ранней Стар И Думный Диак Из Посольского Приказа Алмаз Иванов Тут же Три Братья Князя Львовы Да Князь Иван Иванович Рамадановский Да Молодой Богомольный Любимец Тряпчий Царя Федор Михайлович Ртищев Здесь Все Те Кто Держит В руках Власть В чьих Руках Все То Богатство Что Производит Добывает Московская Земля Испериги Низкая В резном Косяке На кованых Петлях Дверь Ведет В цареву Комнату Государь За дверью В комнате По-теперешнему В своем Кабинете В комнате В углу Под образами Стул Царя Рабочий Длинный Стол Под красным Сукном На столе В витых Шандалах Горят Две Восковые Свечи Стоят Немецкой Работой Часы Чернилинка Золоченая С лебяжьим Пером Карандаши Песочница Клеильница Лежит Много Книг По стенам Тоже Лавки И Коники Коники Широкие Лавки У печи На стенах Книгохранительницы Под лавками Сундуки На них Резаны Резаны Райские Птицы Сирин Да Гамаюн На вислых Полках Серебряная И золотая Посуда У окон В медной Высокой Клетке Заморская Птица Синий Зеленый С красным Хохлом Попугай Выученный Петь Господи Помилуй Царь Подстать Этой Пестрой Своей Избе Приземистой Широкоплечий Словно Яблоки Красные Щеки Бородка Молодая Русая Темные Волосы Стрижены В кружок На нем Голубая Рубаха С престижным Жемчугом Шитым Воротом Подпоясана Тканым Поясом Широкие Синие Штаны В Софьянные Заправленные Сапожки С высокими Подборами Кафтан Белый С серебром С зелеными Травами На пухлых Пальцах Персни Алексей Михайлович Сидит За столом Читает В который Раз Перевод Греческой Золотой Грамоты Что принес Ему Боярин Морозов Борис Иванович А Нашел Ту грамоту Морозов В делах Покойного Царя Иван Васильевич И Цены Нет Той Святой Грамоте Патриарха Цареградского Иосифа За его Золотым Подписом Да за Подписами Тридцати Одного Греческого Митрополита И Выходит По той Грамоте Ведутся Московские Цари От рода И крови Царей Нового Рима Константинополя От От Царевны Анны Сестры Автократера Василия Багрянородного Автократер Грамоту Пали Розов Смотрел На него Подвинувшись Так Близко Что До Царя Доходил Жар Его Черно-бурой Шубы Девка То Что Твоя Малинка Государь Хороша Шевталон А Все Шприкажи Из Передней Плещеева Кликнуть Леонтия Степановича Дело Тайное Бунтовать Хотят Наши Худые Мужичонки Вечники Мужики Вечники То есть Участники Веча Всеобщего Схода Собрания Царь Глянул Тревожно Кто Ж На меня Мыслить Смеет Спросил Он Опускаясь В кресло Я же Богом Поставлен А вот Увидим Ответил Морозов И приоткрыл Дверь Впереднюю Леонтий Степанович Заходи Давай Крикнул Он Государь Кличет Начальник Земского Приказа Боярин Плещеев Низенький Толстый Как бочка Перенес Через порог Свою тушу В шубе Погасил Улыбчатым Прищуром Огонь Свинцовых Глазок Выставил Вперед Пегую Бороду Пал Тут же У порога На колени И бил Три раза Поклоны Вскакивая Словно Брыкаясь Отбил Пошел Мягко Как кот К царскому Месту Докладывай Государю О тех Непригожих Речах О чем Дави Мне Сказывал Приказал Морозов Великий Государь Начал Плещеев Разгибаясь От поклона Смотря Снизу Вверх Умильно Приподняв Брови Доносят Твои Государевы Исцы Едучи Из Москвы В Сибирь Сургутский Человек Алешка Леонтьев В дороге Сказывал Смутные Речи Был Де он Алешка На Москве И сам Видел Делается Де на Москве Нестройно Вся Де Москва Бояре Де по Себе А мир Де Всех чинов Люди По Себе И Де ты Великий Государь Про то В Великой Кручине Царь Алексей Слушал Все шире Раскрывая Свои Глаза Да Откуда Ж Они Прослышали Шептал Он Да Еще Государь Продолжал Невинно Помаргивая Плещеев Еще Перехвачены Грамотки Пишет Государь Боярский Сын Нижегородский Прошка Коробец Сын На Москве Де Сметенье Великое Станет Де Непременно Вся земля На бояр И Быть Де Всем Боярам От земли Побитыми Ай-яй Господи Помилуй Перекрестился На иконы Алексей Михайлович А и то Государь Еще На балчуге В кабаке Разные люди Шибко Злобятся На дьяка На чистого Назара Ивановича Ярославец Дион А они За все Воры Везде Они Как лисы Чистый Динозар Это Дело С дорогой Солью Вместе С бояры Спроворил Народ Народ Голодует Людям 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 Всех Чинов Тесноты Убытку Не Было Бы Обманул Де Царь Народ Рыбы Нету Народу Есть Нечего А и хлеб Кричат В кабаках Дорожает Зарубеж Везут Руки Говорил Потише И Еще Кричит Народ Слышно Де Что Обижают Народ Вновь Воеводы Де Стали Де Скощенные Налоги Доправлять Что С соляным Налогом Отставили Было На Провеже Ставят И Тут Боярин Борис Иванович Еще А тебе Нехорошо Бают Сказывают Ну Чего Погладил Морозов Длинную Бороду Сказывай Плещеев Молчал Ну Ну Сказывают Еще Что Царь Де Сейчас Непрямой Государь Неподметный И Посадил Его На Царство Ну Кто Рявкнул Было Морозов Но Сдержался Ты Боярин Морозов Борис Иванович Не Прогневайся И Табак Дьявольское Зелье В продажу Ты Пустил Все Де Из-за Денег Больно Де Тебе Деньги Надобные И Соли Табак И Кабаками Душит Народ Пить В кабаке Можно А есть Нельзя И Пьяные Кричат Петухи В кабаках Будет Грех На Кремле Из-за Морозова Царь Побледнел Понемногу Взялся За край Стола Ох Раб Неверный Шептал Царь Косясь Надведь Зачем Тех Людей Не Пытали Зачем Тайно Не Дознались Какой Сговор И Скоб С кем Еще Стрельцов Послать Хватать Везде Где Схватишь Государь Все Они Такие Волчий Народ Все Только И Говорят О Старине О Земской Вольности Бога Не Бояться Царя Не Чтут Плакался Тоненько Плещеев И Иваныч Что Делать То Будем Морозов Спокойно Выговорил Иди С Богом Левонти Степанович Мы С Государем Надумаем Да Скажи Боярам В передней Избе Сегодня О делах Сиденья Не Будет Пусть Домой Разъезжаются Плещеев Взмахнул Покорно Длинными Рукавами Шубы Повалился Стукнул Головой О ковер Поднялся Попятился Задом Вышел В передней На бревенчатых Стенах Проконопаченных Цветной Шерстью Скудно Горели Свечи Бояре Обступили Плещеева Что Государь Сказывай Левонтий Помяни Господи Царя Давыда И всю Кротость Его Отшучивался Плещеев Бояре Сидеть О делах Горели Сидеть В царской комнате теперь боярин Морозов запросто сидел на лавке, царь ходил перед ним взад и вперед. — Земские люди бунтовать хотят, государь, то страшно, — говорил Морозов, и пальцы правой его руки играли в бороде. Бояре-то не страшны. У бояр есть что взять, значит, их прижать можно. А черных людей не прижмешь, нищему-то пожар не страшен. И ежели они с дубьем, да с ослопьем на Кремль пойдут, чего делать будем? Ослоп — окованная дубина. Алексей придержал шаг. — А стрельцы, Иванович? — Государь, стрельцы от посадских людей недалеко ушли. Тоже на земле пашут да промышляют, кто чем торгуют. Ведомо мне, что и они смутны. — Стороже, Кремлю нужна, государь, надежнее, чем стрельцы. Кто на земле сидит, тот и бунтовать может. Надежнее тот, кто на жалованье состоит. — Стрельцов? На жалованье? Снова задержался Алексей. — Не, государь. Иноземные люди надежнее. Рейторы, солдаты. Кто их кормит, они тем не изменяют. Им ведь бежать-то от тебя, государь, некуда. Их и брать надо. Да их мало, иноземцев-то. — Государь, иноземные офицеры как столбы. Наши люди как заборы на тех столбах. Немцы они удержат. В них отчаянности нету. Своих на чужих менять, а? Лютеров на православных? — Господи, помилуй! Вдруг завизжал попугай. Морозов глянул на птицу, качнул головой. — А что римские государи говорили? — Раздели и властвуй. Нужно крепких подымать, да давить ими на шатущих. Тогда и будет крепко. Алексей остановился, смотрел на Морозова. — А чем их за службу жаловать? Деньги-то где? — Найдем, государь! — хитро улыбнулся Морозов. — Европа у нас все купит, серебра даст. Надо только, чтобы наши мужики то работали, что Европе нужно. — А им самим хлеб кто даст? — А потерпят, народ терпелив. За границу поболее продадим, зато рать учредим как надо. Да твое дело, государь, крепче будет. — Войско не в стеганах тигеляях, а, как у поляков, у шведов, в латах. Тигеляй — первоначальное название верхней мужской одежды, впоследствии воинский доспех из плотной стеганой ткани. Не садаками, не с лучным, с огненным боем. А как, государь, войско заведем, садись на белого коня, как святой Егорий. Наши православные пойдут, только кликни клич, лихолетие помнят. Морозов достал из-за пазухи книгу в красном бархате. — Смотри-ка, Селеша, что я тебе достал? На титульном листе было красиво отпечатано «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Государь, царь и великий князь Алексей Михайлович своим бодроопасным рассмотрительством повелел напечатать сию книгу к ратному строю пехотным людям. Морозов улыбался, поглаживая бороду. Царь листал тугие страницы. Полный порядок воинский в книге указан, как приказание громким голосом подавать. — Направо обворотись, налево стань по-прежнему, направо обворотись, налево стань по-прежнему, раствори шеренги, самкни ряды налево да направо. — Чти здесь, государь, — говорил Морозов, тонко улыбаясь. — Вот тут, — указал место в книге, — все показано, как гораздо воевать, прямо перед очами поставлено. Чего много сот годов скрывали было, а против того было скрыто от всех и погребено. — Это первая книжица тебе, а еще будет таких четыреста, дюжепечатный наш двор работает. — Добро, Иваныч, добро. Лицо царя приняло мечтательное выражение. — Если нашим медведям да настоящее оружие дать, как надо, они, пожалуй, всю Европу сомнут, ежели нужно, а, Иваныч? — Сомнут? — Сомнут, государь, обязательно. — Тогда меня во всей Европе царем признают. — А то что? — Смотри, пожалуй, как шведы мне по сей день пишут великому князю московскому. Поляки, те тоже титулы наши неправо пишут. Им наши послы указывают, а они смеются. — Кто де вас русских разберет, какие у вас цари, с чего? — А у меня твоя-то грамота ныне всегда при себе. Алексей поднял со стола золотописьменную патриаршью Харатею. — Знаешь что, Иваныч, мы всех святых патриархов к себе созовем в Москву. Пусть меня утвердят всемирно. Поедут патриархи к нам, Иваныч, а? — Их, а только помани, — тонко улыбнулся Морозов, — бедные ведь они, под турками, а у нас сила будет, так ее можно и против турецкого султана повернуть. — Придут государь-патриархи. В волнении царь Алексей закрыл глаза истово перекрестился. Боярин Морозов смотрел на него отечески снисходительно. Алексей открыл глаза, тряхнул головой, чтобы избавиться от сладостных видений, зашелестел бумагами на столе. — Иваныч, вот и тут роспись, — говорил он деловым голосом, — отдай-ка тому аглицкому посланнику, что на медне был. Пусть купцам своим скажет, чтобы в Архангельск нам бы привезли весной. Достать царю кружев, наконец, штанин, как испанский король и французский, и цесарь ходят, да протазанов золоченых, как сказывают, перед ними носят. Протазан — род бердышей, вид холодного оружия. Так же и рукавиц хороших и нитяных, как королевы носят, и попон королевских, бархатных и тканых, да труп или тавров королевских же, и тронов королевских разных государей на листах рисованных, да обойку всю для палат и карет дорожных. Пусть всего привезут. Помолчал и коротко, скромно добавил, — карет-то я это для походу, ежели, Иванович, воевать случится. Борис Иванович, понимающий, кивнул головой. Царь Алексей медленно перешел комнатку к своему месту, сел, закрыл лицо руками. — И ладно, — сказал он, — верши дела, боярин, надумаю. — Да поезжай к себе, устал над бытям. — И то устал, — государь, — ответил Морозов. — Дела не оберешься, да скоро отдохнем, — сказал он с особенной улыбкой, снова вытирая платком бритую голову под тофьей. — Будем вот свадьбу твою играть. Под его взглядом в упор потупился царь Алексей. — Это дело другое, — молвил он и выговорил тихо. — Как она, Марья-то? — Ждет, не дождется. — Иванович, да ведь это же грех, незамолимый грех. — Патриарх-то Иосиф чего говорит, а? — Патриарх-то стар старичок, государь, а люди говорят другое. — В баню сходить грех смыть. — Сводим, государь, тебя в баньку-то, — посмеивался Морозов. — Ну, прости, государь. И ударив челом, боярин, пятясь, исчез за дверью. — Господи, помилуй! Вдруг опять заверещал потревожный попугай, залопотал что-то, закликотал. Царь вздрогнул, остановился. — Дьявол! — прошептал он, крестясь. Потом подошел к медной клетке, набросил на нее легкое покрывальце. — Спит, дурень! И ушел в крестовую, где отдернул завесу, затеплил несколько свечей, стало светлее и легче. Боярин Морозов уже ехал тем временем в каптане в свои новые хоромы. Пошел снег. Добрые кони ровно мчали неуклюжий грохочущий вазок, сквозь людяное окно мелькали слабые светы кремлевских дворов. Снег над Москвой все гуще и гуще свисал густой сеткой, всюду мерцали в окнах огоньки, свечки, лучины. Ремесленники сидели запоздно по избам, горбясь над урочной работой. Завтра его придет день, брюхо вчерашнего не помнит. Новый день, новые дела, новые заботы. Работали бессонно и на печатном дворе. В низкой печатной палате с круглыми сводами горели сальные свечки. Двое широкоплечий, густобородок, стрижных под горшок мужиков с ремешками на волосах возились около неуклюжего печатного стана, слаженного из крепких дубовых плах, вымазанный в типографской жирной краске, поблескивал пресс. За листом лист два гиганта клали под пресс, затем, напружив могучие в закатных рукавах руки, жали винтом, делали один оттиск, ослабляли винт, вынимали лист, закладывали другой, делали оттиск, и так во всю длинную ночь. За дубовым столом сидел очередной справщик, монах чудового монастыря Клементий, длинный, сутулый, носатый, в разбитых очках на веревочке, прямые волосы свешивались на лицо. Справщик-корректор. Покуда не было дела, он жадно читал светскую книгу, только что выданную в свет, учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Улыбался, щуря, набрякшие глаза. Это было что-то совсем новое, небывалое, иное, смешное. Справщик покачал головой. Какое дело выходит? До последнего времени на печатном дворе только слово Божие печаталось, а теперь мирские слова пошли. Как на войне воевать, да курей чужих воровать. Видно, последние времена и впрямь приходят. И это все от царя. Государь тоже долго не спал в эту снежную ночь. Он лежал в постельной на своей кровати, горела свеча, на ковре сидели, скрестив худые ноги, в лаптках, в холстинных анучках. Двое древних стариков, один с гуслями играл нежно, другой, вытянув жилистую шею, пел жалостный стих. Приходил млад царевич Асафий, прекрасная мать и пустыня, любимая моя мать, прими меня во пустыню, я рад на тебя работати, земные поклоны справляти. Отвещи ему, мать и пустыня, ко младому царевичу Асафью, не жить тебе во пустыне, кому же владетье твоим вольным царством, твоей белокаменной палатой, твоею казною золотою. И верно, — думал Алексей Михайлович, — кому же, кроме меня, не видать мне прекрасной пустыни, или Никон, архимандрит новоспасский, поможет, укажет праведный путь. Глава восьмая. Деловой день. Перед самым Рождеством крепко ударил мороз. Утренние дымы всходили из труб сизыми столбами, березовые ней розовыми кудрями повисли в голубом небе. За Москвой и рекой по желтой заре выкатывалось алое солнце. Часы на Спасской башне пробили один раз. Первый час наступившего дня. Босые, дядя и племянник, оба в оленьих дохах, в закуржавивших воротниках, скрипя валенками по снегу, торопко подходили к крыльцу таможенной избы, что рядом с приказом большого прихода. Рядом стрельцы у москворецких ворот, держа в охапке бердыши и ружья, прятали носы и бороды в овчинные оплечья. Сквозь ворота видно, из стрелецкой слободы по живому мосту валом валил на Красную площадь черный лют торговать. Стрельцы, ремесленники, крестьяне в перемешку тянулись сани и воски. Громко стучал Тулумбас. Какой-то боярин, припоздав к царю на утреннее сиденье, спешил. Царь Алексей, бывало, сажал опоздавшего в бочку с водой при общем хохоте других. По молодости лет-то иногда тешился государь. У крыльца таможенной избы шныряют окутанные паром сбитеньщики с горячим сбитнем, пирожники, всякому хочется погреться. Люди снуют, как пчелы, на крыльцо с крыльца, кто в оленине, кто в распашной польской шубе, кто в русской, кто в острой персидской шапке, либо в новгородской с бобром, видать, лют со всяких мест. Навстречу, померзлым ступеням, сбегал, легко переставляя ноги в щегольских теплых сапогах, чернобородый московский гость в богатой шубе. — Кирилла Васильевич? — Как бог милует! — блеснул встречной белыми зубами, приподнял шапку. — Много ль доходу доспел нам в Архангельском-то? — Сколь не доспей, вам все мало! — с полуулыбкой ответил босой. По-новому, витаясь за руку с гостем. — Здорово! Чернобородый кивнул головой, подбежал к ковровым саням, упал в них боком. Сани уехали. — Кто этот? — спросил Тихон. — Этот? — переспросил на супесь Кирилла Васильевич и помолчал. — Этот и есть он, самый московский ворон. О нем, Анедось, мы в устью гей с твоим отцом говорили. Шорин, Василий Григорьевич, он. Он тут все по приказам крутится. Сам гостиной сотни, а боярам помогает, показывает, где дело жирнее. Не наш он человек, не земский. Боярская затычка ворон. В том же на избе золотые столбы низкого солнца врывались из окон в темную массу людей, выхватывая то красную шапку, опушенную рыжим мехом, то лиловый в жилках нос, то парчевую грудь, то хитрый зеленый глаз. Сюда, как к пупу земли, сходились дороги с Риги и из Новгорода Великого, из Польского Смоленска, из Пограничного Путивля, с Холодного Архангельска, с Белостенной Вологды, с Туманного Хлынова, Вятки, с Веселого Ярославля, с Горячей Пестрой Астрахани, с Нагорного Нижнего Новгорода. Сюда этот деловой народ вез свои отчеты, гнал мерзлые в пару обозы, заваливал товарами, сырьем, мехами амбары Китая и Белого Городов. Веселое было дело. Об этом говорили и улыбки, и острые глаза деловых людей, понимающих, много видавших, знающих себе цену, басистый, роевой гул мужичьих голосов. Кирилле Васильевичу прорывался через толпу толстый человек в пегой бороде с носом, с вывернутыми наперед ноздрями, Семен Матвеевич Грачев. Постоянно бывавший по Волге, на низу, в Астрахани, Грачев это лето просидел таможенным головой в Нижнем Новгороде. — Кирилла Васильевич, многое лето! — бурлил он, давно не видались. — Чего с Архангельску дашь нам? — Здорово, Семен Матвеевич, а чего надо? — Давай меха в персито, на низу, сказывают, урожай добрый, все купят. — Басы, небось, немало припасли. — Семен Матвеевич, приходи о полудень в гостинодворскую харчевню, поговорим. Нельзя ли чего на низу сделать? А сейчас тороплюсь. Тихон, не отставай. — Удача! — думал Кирилл Васильевич, пробиваясь вперед. — На Волгу, может, выйдем. Не одним воеводом на Волге хозяйничать. Но его опять перехватил другой таможенный голова уже из великого Новгорода. Стерляткин, чья желтая разрезная бобром шапка ходила над толпой под самым потолком, так высок, так тощ был Феофан Игнатьич, что индогнулся вперед, как колос. — Поздоровуль, Кирилл Васильевич, — хрипел он простуженно. — Да ты что без голоса-то? — Ага, едучи в Москву, на Мстерике под лед провалился. — Ничего, липовым метком отпиваюсь. Что ж-то вы все товары на Архангельск тянете, нас обижаете. Через Новгород, на Ригу, чай ближе! — хрипел Стерляткин. — Не немцы мы на Ригу-то добро возить, — смеялся босой. — Это шведы заманивают вас туда, чтобы русскими трудами пользоваться. — Эй, Кирилл Васильевич, подходи! — раздался открытый сильный голос. За заваленным бумагами столом встал дьяк Зайцев в простом сером кафтане, махал рукой. — Давай сюда! Сколько бумаг не поступало в таможенную избу, сколько бы дел не проходило в большом приходе, все держал старший приказный дьяк Зайцев в лобастом своем голом черепе, где из-под нависшего лба шильями горели медвежьи глазки, а за обоими ушами в седых прятках всегда торчали гусиные перья. Как на ладони видел Зайцев все дела Москвы. Знал, сколько соболей возьмут в Сибири, в Устюг, великие босые, да Игнатьевы. Рассчитывал, сколько городового московского товара вывезет в югорскую землю хлынов. Ведал, далеко ли прошел на всход у стюжанин хабаров, сколько рыбьего зуба добыли в Охотске. Ни сна, ни отдыха не знал Зайцев. Жизнь в его тощем теле держалась, надо быть, только страстью труда. Приветливо смотрел дьяк на Кирилла Васильевича. Оба были одного склада. Сенька, стулу, Кирилле Васильевичу. Веснущатый, с огромной копной рыжих волос, на голове под ячьей мигом подбросил табурет. Босой скромно присел бочком. — А это что за молодец? — указал Зайцев на Тихона. — Неужто твой? Когда успел? — Племяш. Постоит молодой. — Мы постоим, — скромно подтвердил Тихон и откашлялся. — Твой отчет проверил Кирилл Васильевич, сразу перешел на деловой тон дьяк. — Все как есть. Смету по таможне, роспись товаров, книги сборов сочли, все ладно. — Да вот и одно не ладно, — развел он руками. — Государь указал, чтобы доходу больше давать. — Борису Ивановичу все мало. — Так вот, друг, пока народу нет, давай сказывай, как торговлю еще увеличить. — Рыбы-то мы взяли, то перво, на Белом море не худо, — Федор Михайлович гладит бороду босой. — А то перво, теперь подвезем. И другие промышленники тоже, слава богу, взяли. Да все еще дорого после дорогой соли. Надо бы соль на полгода беспошлиной объявить. А вот как у меня есть думка, не выйти ли нам босым с мехами на низ, на Волгу. К тезикам. Там, в Астрахани, рыбные ловли подходящие, рыбы больше в Москву подадим, денег там не надобно. Надобны меха, да городовой товар, да еще щепетильный, ихнем девкам щеки красть. — Уж больно там донские казаки воруют. Беда, сам знаешь, — почесал голову зайцев. — Мы рукой махнем, караван возьмем. Не понимают казаки, чего творят. Своих же и грабят, насильничают. Без стрельцов там торгу вести не способно. — Или, Федор Михайлович, казакам наш товар не надобен? — проникновенно спросил босой. — Надобен. Вот я и думаю, спасыла Тихона моего на Волгу. Что там деется посмотреть? Зайцев быстро глянул на Тихона. Тот стоял спокойный, румяный, доверчивый. — Сибирь теперь-то вся наша, устюжская, — продолжал босой. — Хабаров-то наш далеко, а ведь и там народ тоже разный. — Попробуй, Кирилл Васильевич, — говорил Зайцев раздумчиво. — Что ж, под лежачий камень вода не течет, посылай. Пусть посмотрит молодец, как и что. Издаля-то не видать. — Да вот еще что. Старики заговорили в полголоса, и Тихон стал осматриваться. Народ все прибывал, двигался, шел на приказных живой волной, словно прибой в Белом море. В таможенной избе в ряд стали столы. Стол архангельской, стол новгородской, стол нижегородской, стол астраханской, стол сибирской, всякие. За каждым сидел дьяк. Вокруг дьяков кружились, шнырялись бумагами верстанные подьячи. Верстанные, то есть штатные. По лавкам вдоль стен сидели молодшие подьячи, еще не верстанные, кормившиеся от просителей. В серых и синих кафтанах с узкими рукавами, согнувшись в дугу, они быстро строчили гусиными перьями ловко, уладив бумагу на правом колене. Столов-то на всех не напасешься. В косых их взглядах, сквозь нависшие на глаза волосы, хоть и подхваченные ремешками, в скрипе гусиных перьев, молниеносном макании их в висящие на поясе медные чернилинки, свежему с воли Тихону чудилась пугающая сила. А ну, застрочат, упишут. Люди, наполнявшие таможенную избу, были деловые, торговые, энергичные, сильные, нужные для страны. Все, что не делали по всей земле эти крепкие люди, все, что они добывали, везли, доставляли в Москву, все сплошь точно заносили на бумажные столбцы затейливыми почерками своими эти дьяки и подьячьи, жуткие, как сибирские шаманы. Это крапивное семя. Подьячьи сидели во всех сорока московских приказах, сидели по всей земле, в съезжих воеводских избах. Ни одна бумага не могла пройти мимо их выпочканных чернилами рук. Это они составляли черновики докладов в Боярской думе о делах по пометам, то есть по резолюциям старших и думных дьяков. Пока старшие дьяки вершили большие дела, искали пользы государевой, приказные подьячьи заковали всю землю в железную форму приказного производства, против которой оказывался бессилен посторонний, даже хорошо грамотный человек, а не то, что черные безграмотные люди. Ведь жалобы-то на обиду, на беззаконие, на злоупотребление властью подавать подлежало на имя царя, как источника всякого добра, правды, милости. А попробуй допусти, жалобщик, хоть одну ошибку, одну описку в царском титуле, и жалоба пропала, и сам он будет бит батагами. А то сослан, а то и еще хуже. Ни один другой народ в своей истории не знал такой хищной бумажной касты, подобной этим московским приказным грамотеям, охватившим московский неграмотный люд покрепче кремлевских стен. И эта система приказной сплошной записи была тоже наследием ордынских царей. Тихон стоял за спиной Кирилла Васильевича, смотрел на усердно строчащих дьяков, подьячих, и, словно мутный гнев, поднимался в его душе. Москва обступила его со всех сторон, она давила, мешала жить и работать, жадно вымогая себе кормы. Кирилл Васильевич, наконец, поднялся, простился с дьяконом Зайцевым, кивнул Тихону, идем. Солнце стояло за Москвой рекой, над Стрелецкой слободой, отовсюду звонили к поздней обедни, звонили и в Кремле. Дядя и племянник спешили по суматошным деловым улицам в сибирский приказ. — Сколько подьячих в таможне, — заметил Тихон, — пишут, как волки смотрят, ей-бог. — В сибирском и того больше. — Делов больше? — Жиру! Вся казна, почитай, московская казна в сибирском приказе. На углу Вознесенской выселся бревенчатый тын, у ворот стрельцы, за воротами прямо большая изба, высокая на подклете, окна в решетках. Расчищенные в снегу дороги и тропы вели к амбарам белокаменного строения, в амбарах по трое ворот, в железных, кованых, крашеных зеленым, подальше другие складские избы, избы для дворников, подьячих сторожки. Когда во двор сибирского приказа втягивался очередной обоз, и розвольни одни за другими останавливались перед амбарами, с них сгружались ящики датуеса с соболями, тюки мехов, подводы проезжали вглубь двора, останавливались и отдыхали, разнузданные лошади хруско жевали овес, потряхивая подвешенными к мордам торбами. По двору суетились, бегали мужики, подьячие в полушубках с бумагами в руках, принимали, считали, выдавали меха. Тут были и торговые люди, и слуги из царева верха, и иностранцы. Еще глубже, по двору, три большие избы были заняты скорняжными помещениями. В них за узкими столами работали десятки приказных скорняков, сортировали дорогие меха, подбирали соболей сороками по цене, по масте, обрабатывали их до мягкости. Эти запасы мягкой рухляди хранились великим бережением на складах сибирского приказа, как основная государственная казна. Кирилл Васильевич остановился, осматриваясь, поглаживая бороду. — Наше земское богатство, — говорил он Тихону, — с соболями-то нам и в Еуропу не стыдно показаться, не то что с одними лыками да дегтем. На соболя Еуропа падка, что мухи на мед. Когда Кирилл Васильевич и Тихон вошли в сибирскую избу, там, высоко над гудящей толпой, ходила широкая, плоская, как блин, скуластое лицо едыкая, малого князца Самоядского, с устья Енисея за Мангазеей. В оленьем широком совике, с совой на голове и из клочков разноцветного меха, едыкай был двумя головами выше всех. Совик — верхняя одежда с капюшоном из оленьих шкур шерстью наружу. — Тишка, босой! — завопил он тонким голосом. — Братишка, тебя встречал! Ай, хорошо! Зачем долго Мангазеей не ходил? И гигант, взмахнув мехом рукавов, словно ветряная мельница, обхватив Тихона, придавил его к медвежьей своей груди. — Едыкай! — отбивался Тихон. — Пусти! Дыхать нельзя! Черт! Как ошкуй! — Ошкуй, белый медведь! — Смотри! Батьки моего, брат, дядя мой! Как по-вашему? Кирилл Васильевич задрал голову, удивясь великолепному каменному человеку. Огромное лицо едыкая, солнечно лучилось добродушием, зубы блестели не хуже моржового клыка, черные глазки прыгали в узеньких щелочках. Три года назад Тихон Босой, уже перед весной пересекая тундру в поисках оленьих и белых медвежьих шкур, песцов и куниц, был захвачен жестокой пургой и чудом спасся от белой смерти. В панихидном вое метели Тихон вдруг заслышал лай собак, погнал туда своих оленей, и, вползая вскоре на четвереньках в чум, Тихон удивился, увидев там вместо коптящего жирника московскую сальную свечку в железном подсвечнике. На видном месте в чуме под божницей стоял зеленый кованый жестью с морозом архангельский сундук, а в божнице, рядом с блестящим от жертвенного жира и стуканом, стоял суровый и добрый Никола-чудотворец. Небо помогает путешественнику, верят народы Азии. Тихон тогда со своими двумя упряжками оленей не только спасся, если не от мороза, то от стай голодных волков, крутившихся у оленьих стойбищ. Тихон нашел у едыкая много шкур, вороха, песцов, белки, куницы. Коротая время, пока выла пурга, они с хозяином потягивали вино из оленьего молока. Тихон и раньше слыхал про этого оленевода, гиганта с детским сердцем, князьца Едыкая, тянувшегося к русским всей своей прямой душой. И теперь в невольном досуге часами не уставал он слушать простые рассказы ломанным языком про их жизнь, про богатую охоту. Как только снег идет падью, так что от него темнеет небо, вот охоте самое время, — рассказывал Едыкай. Куница сладостно тогда уркает в своей теплой снежной норе. Уркает охотник, и обманутая куница выходит на его голос поговорить. Ха-ха-ха! Сам смеялся своим рассказом гигант, потягивая вино, и рассказывал, как он ловит лисят и ломает им лапы, чтобы не убежали, и выращивает хромых у себя на стойбище. Хитра лиса смеется Едыкай, а рядом сидящий тоже огромный старец, его отец кивает головой, угадывая разговор. Верно, верно. Лиса утку ловит, свистит ноздрями в свои когти паутиному, а та и летит. Ух, изумлялся Тихон, ну и ловка. — Лиса, ашкуй, песец, все равно люди, — говорил Едыкай, сверкая глазами. — Лиса, ашкуй, все ясака себе бери. Как воевода в Мангазее, ясака порядок? Ха-ха-ха! — хохотал Тихон под вьюгу. — А кто такой порядок делал? — На земле белый царь, — уважительно выговорил Едыкай и, опустив голову, помолчал. — На небе бога Нума. Он показал в дымовое отверстие вверх. — Вон там, а! — Нум живет выше звезд, — говорит Едыкай, — серьезно и важно. У него там свой чум, солнце — его голова, луна — его слуга, серые тучи — его слова. — Тявуй Нум, вечный Нум, или Борте Нум, — жизнь дает Нум. Нум идет по небу, играют сполохи. Это его совика полы. Нум всех любит, Нум добрый, ему надо белый олень давай. А худые боги есть? А как же? — Тадепцын! — заплевался Едыкай. — Черт! — Нум черта тоже делал. Черный, зеленый, белый черт. Сколько снежин, столько чертей. Вон, а! — махнул он рукой на божницу. — Кланяться надо, молись. — Да его худой. — Ну и что? Воевода тоже шибко худой. — Тадепцын! А тебе ему кланяйся! — смеется Едыкай. Осмотрелся, замолчал, крикнул. — Эй! Иныка! Из-за полога выползла его жена. — Олень готов, — сказала она. Ели оленину из красной с золотом деревянной чашки, хлебали шурпу расписными деревянными ложками. В чум сошелся народ Едыкая. До ночи продолжался пир. Самаяць с темными, словно изморенного дуба, точеными лицами шумно пила, ела, плясала, металась меховыми облаками вокруг костра. Молочное вино не убивало, не громило души, подымало, грело их. В деревянную чашу налили вина, оба надрезали ножом левые руки, выдавили в вино каждой крови, выпили, крепко обнялись. Тихон расстегнул кафтан, рубаху, снял нательный крест, надел его на Едыкая. Брат сказал. Оба обнялись снова под живую песню, что затянули, раскачиваясь самоеды. — Твой бог, мой бог, все равно, — говорил Едыкай. Когда утром Тихон вылез из чума, вставало солнце, снег ослепительно блестел, дымы стояли столбами в тихом воздухе, вдали синили горы. Тихон тогда выменял все свои товары, что ушли с ним на двух нартах. Женщины радостно приплясывали, хохотали, навешивали на себя разноцветные бусы, примеряя цветные сарафаны, радуясь такой новой сильной красоте. А мужики хватали котелки, ножи, топоры, рыболовную снасть — все, что кажется таким простым и немудреным, но без чего жизнь трудна. И вот теперь этот самый Едыкай и держал в своих объятиях Тихона в сибирской избе среди многоголосого шума, криков, отдаваемых приказаний, и в душном воздухе приказа повеяло бесконечной силой и свободой студенного моря, могучими ветрами тундр. Шум было примолк. Проходил думный дьяк Нарбеков Богдан Федоточ, приземистый, скуластый, седатый, видна вся татарская стать, в коричневом кафтане с афьяновой мягкие сапоги. Богдан Федоточ подошел к нему старшей босой. — Поздоровуль? Тот с важностью кивнул головой, приостановился. — Дозволь к столу твоему подойдить, — сказал Кирилл Васильевич, — дело есть. — А кто таков с тобой богатырь стоит? — спросил Нарбеков, залюбовавшись на Едыкая. — Ой, крепок молодец! — Сделай милость, Богдан Федоточ, дай мне слух. — Одно положное дело есть, — просил Кирилл Васильевич, — ежели князь боярин будет, проси, чтобы выслушал. — Поглядим, поглядим. Тронув бобровую шапку, думный дьяк двинулся дальше. Перед ним раздались ждавшие его татари и армяне, что приехали снизу договариваться о весеннем пригоне конских табунов в Москву, окружили, заговорили, замахали руками. Кирилл Васильевич посмотрел вслед дьякум. — Ай, горд стал Богдан-то, Федоточ, смотри, как вступает, сразу, видать, — государю докладывает. В углу Едыкай что-то взволнованно толковал Тихону. — Дядя Кирилл Васильевич, слышка? Что Едыкай сказывает? — Беда. Что за беда? — Иноземные корабли, летось, в Енисей приходили, две посудины с пушками, какие, не знаю, торквили. — Так, так, — тихо выговорил Кирилл Васильевич, гладя бороду. И в Архангельске было слышно про это шли, впрямь шли корабли за Колгуев. — Иноземные, расспроси, да надо будет князю Алексею Никитичу довести, да вот должно и он. За дверью гремел барабан, изба примолкла, согнулась в поклоне, не подымая голов, смотрела, как княжеские зеленые сапоги протопали поперек избы, слушала, как простучал высокий посох князя. Когда Тихон поднял голову, за серединным столом в кресло с высокой спинкой садился сухой, крепкий, как хреновый корень, горбоносый ладный старик с седой бородой с живыми глазами. Бритая его голова по-старому была прикрыта золотом, шитой тафьей. Тафья — шапочка, ермолка, похожая на тибетейку. Шубу свою на голубой белке князь Трубецкой отбросил за спинку кресла, сам остался в коричневом кафтане с травами дорепьями, подхваченным поясом зеленого шелка. Нарбеков стоял за ним, что-то шептал прямо в княжье ухо. Сибирский приказ ведал делами Сибири, Казани, Астрахани, всеми низовыми городами, следил, как шло движение торговых и промысловых людей, охочих и переселенческих людей в Сибирь, по всем ее сорока новым городкам назначал туда воевод, составлял новые книги на осевших там людей, окладывал татар и другие сибирские и низовские народы ясаком, собирал всю пушнину, приводил ее в порядок, ведал ей сам с другими приказами и частью отборной меха сдавал в царскую сокровищницу, в приказ большой казны, боярину Морозову, откуда по указу государя выдавались меха в пожаловании за заслуги для подарков уходящим за границу посольством. Больше полумиллиона рублей доходу давал в год цареву верху сибирский приказ, и потому-то так надменно сидел боярин и князь Трубецкой в своем кресле, когда думный диак Нарбеков подвел, наконец, к нему московского гостя Басова. Кирилл Васильевич довел князю о том, как хорошо идет по Сибири московский городовой товар, как садятся на землю русские поселенцы, как местные народцы начинают вообще втягиваться в оседлую земледельческую жизнь, как начинают сливаться в один народ. Боярин все это слушал, щуря на докладчика «Соколиные очи». Но когда Кирилл Васильевич стал докладывать о появлении иноземных кораблей в Студенном море, князь движением руки остановил Басова. «Пожди, Кирилл Васильевич», — сказал Трубецкой. «Богдан Федотович, подай сюда чертеж земли сибирской». Чертеж раскинули по столу, три головы наклонились над ним. Вот она, Сибирь, на великом чертеже. И сразу видать, где лазея для иностранных крыс, пролив югорский шар, кругом Ялмала. Вот Енисейская губа, река Енисей, Лена река. «Давно известно, что иноземные люди всюду ищут пути на богатый восток через московские земли, с Северным морем и Волгой. Ежели, боярин, мы этой лазеи здесь не заткнем, полезут тут в Сибирь иноземцы», — говорил Басой. Боярин по-орлиному повернул к нему горбоносое лицо. «Чего делать надоть?» — спросил он, кривя запавшие в седой бороде красные губы. «А строжки надобно на Енисеи становить, боярин. Вот тута!» — ткнул пальцем в карту Басой. «Стрельцов посадить на полусотню. Ладно, удержат. Да кочи иметь свои дозорные на море». «Кочь» — морское деревянное однопалубное одномачтовое парусное судно. Имело малую осадку, выпуклые борта, что позволяло плавание во льдах. Длина судна около двадцати метров, грузоподъемность до тридцати пяти тонн. «Добро», — сказал боярин и провел ладонью по лицу. «А где теперь твои люди в Сибири, Кирилл Васильевич?» «К Амуррике, над быть, доходят, боярин», — отвечал сдержанно, улыбаясь Басой, и опять показал пальцем по карте. «К море-океяну, к Цепанге-острову». Цепанга-остров Япония. «Сюды лютуют иноземцы, что им туда токмо по морям попасть можно. Ну и на корабле много народу не увезешь. А мы, как мураши, лесами миром идем. «Ин добро, Кирилл Васильевич, в думе скажу осем государю, пусть царю кажет». «А ты, прости, гораздо делов», — вздохнул Трубецкой. Когда Басы с Едыкаем вышли из сибирского приказу, и Кирилл Васильевич объявил самоеду, что о нем, о его словах, узнает сам царь, простодушному восторгу его не было границ. «Те перво, я воевода», — хохотал он в восторге, хлопая себя по бокам. «Ай, едыкай, ай, большой боярин, царь, мини-шубу давай». На Спасской башне ударили часы. Пробило четыре удара. Значит, был как раз полдень. В Допетровской Руси часы дня и часы ночи считались другим, нежели теперь счетом. С восходом солнца — первый час дня, с заходом — первый час ночи. Число ударов менялось каждые две недели. В декабре считалось восемь часов во дне, шестнадцать в ночи. Стало быть, полдень отмечался четырьмя ударами, полночь — восемью. Дядя и племянник, простясь с едыкаем, ушедшим к землякам, торговавшим в Москве, теперь шли в харчевню гостиного двора, в гостиницу против лобного места. День был солнечный, с сухим мягким снежком, шум и гам со всех сторон оглушали. Румяная баба в лиловом шугая, в ковровом платке в роспуск, метнула на тихо на серыми очами, крикнула, потряхивая разноцветными лентами. — А ну, купец, купи-ка, соплетки подаришь девке-красотке! Тетушка Арина кушала, хвалила, дядя Елизар все пальцы облизал. — Пироги подвые, пряжные, сбитню горячего попей подьячьи! — неслись крики со всех сторон. Гремели тулумбасы, из пасских ворот разъезжались бояре, кто в каптане, кто верхом. Бежали впереди скороходы, разгоняли народ. Стрельцы бердышами отдавали честь, стальные топоры сверкали зеркально. Стаи голубей носились невысоко, то взмывали, то падали в толпу. Голуби расхаживали между людей, заходили, подлетывали в лавки, ворковали, гулили, клевали овес. Купцы в теплых шапках, шубах, рукавицах толкались у ларьков, то выкидывая, то убирая с прилавков пестрый товар. Под самой кремлевской стеной торопливо стучали топоры. Чья-то благочестивая душа спешно ставила церковь обыденку. Начали утром, а теперь уже крыли крышу, и крестовые попы бродили около наготове. А может, позовут осветить, можно заработать алтын. Двое земских ерыжек в смурных кафтанах с буквами на груди З, Я волокли на веревке Татья в земский приказ, что у воскресенских ворот. Тать вор. У гостиницы на крыльцо с крыльца шло много приезжих, хлопали двери, то и дело вылетали клубы пара. В бревенчатом чистом помещении сквозь слюду вычурных окончен хлистало солнце. Стоял пар от яствы, за паром теплилась лампада пред большеглазом с пасом нерукотворным. Под образом большой прилавок, заставленный всякой ествой, вилки соленой капусты в подсолнечном конопляном масле, соленые огурцы, грибы всех сортов, лук, чеснок, звенья соленой и отварной рыбы, пряженцы, пироги, оладьи, пост. Пряженцы изделия из фигурного выпечного теста. За прилавком на высоких полках стояли целым набором сули, сулейки стеклянные с настоянными разноцветными водками, внизу бочонки с водкой, бочки с пивом. К полкам подвешены ковши. На полках собраны стеклянные оловянные стопы и стопки, братины оловянные и деревянные, глиняные оловянные и крашные деревянные чаши для еды. И зорким оком смотрел за своим хозяйством, покрикивал на слуг вихрем, носящихся по избе, круглый, как шар, целовальник, лысый, чернобородый, в красной низкоподпоясной рубахе. Целовальник, целовавший крест, что правильно будет торговать. Поперек харчевни крыт скатертью большой стол. За ним на длинных лавках сидели посетители, громко, непринужденно разговаривая. Столы помени, обставленные лавками, стояли по всему помещению. Над одним из столиков у окна против Василия Блаженного поднялся Грачев, замахал короткими ручками. — Сюды, сюды давай, — звал он босых, — давай, — суды. Он тоже сидел за горячим душистым сбитнем, таким вкусным в этот морозный день. — Молодец! — шумел Грачев. — Молодец! — тащи сюда еще сбитню. — Э, нет, — Семен Матвеич говорил, смеясь Кирилл Васильевич. — Что ж, брюхт парить, пора полдничать, чего закажем? Парень в белой длинной рубахе с красным шерстяным пояском, на котором висели гребешок и ключи, летел уже к столу, высоко держа под нос, с кунганом сбитня, окруженным стопками, без стуку, ловко поставил его на стол, разлил горячий напиток и почтительно ждал, наклонив расчесанную на масляную голову. — Так уж давай-ка я буду заказывать, — смеялся Грачев. — Я-то знаю, что тут хорошо поварят. Недаром я брюхт нажил. Тихон с наслаждением опустился на лавку, вытянул ноги. Толканье по приказам замучит хоть кого. Слушал, как заказывал Семен Матвеич сперва, осетра отварного небольшого, да пирогов подовых с семгой, да тельное и щуки, да лапшу с сухими грибами, братину пива игристого, тельное, точнее, дельное блюдо из запеченной щуки. — Венца не прикажете, — осведомился молодец Ярославец и махнул ширинку через руку. Ширинка здесь — полотнище, утиральник. — Наливочки есть? Золототысячник, зверобой, колганчик. — Давай нам по стопочке той, что на лимоне настояно пыхтел Грачев, грея руки, а кунганца сбит ним. Молодец, получив заказ, умчался, и немедленно Семен Матвеич и Кирилл Васильевич сдвинули через стол свои бороды, чтобы начать разговор. Тихон было по скромности, остался сидеть прямо, но дядя махнул на него рукой. — Давай, слушай, парень, тебе делать придется. Положение на Волге, по словам Семена Матвеича, было вот какое. Волга-то, она есть река через Астрахань, дорога в Персию. В Астрахани и подворье есть Гелянское, там все вызнать можно. По морю по Хвалынскому ходят государевы-бусы, на Дербент, а оттуда и в Индию уже недалеко. Но бусы, остроносые, круглодонные, крутобоки, одномачтовые суда для плавания по Волге и Каспию, их грузоподъемность более двухсот тонн. — Недалеко? Ага. Плавают как же. Мы к ним, а не к нам. Года два, так сказывают, плавали в Индию. К шаху ихнему великому наш князь Козловский, да еще двое. Гостей из Казани, Сыроежкин, да из Астрахани, Тушканов. И вернулись. А как же? Да и но не сказывают. В Ярославле два индийских человека торгуют сильно. Лягунт один, а другой — салокна, что ли? Какой товар, не знаешь? Слыхал. Ну, ткани, кушаки, платки, фаты тонкие, комки, шелка. Ну, ковры тоже, слышь, есть. И лекарства разные, корень хороший от лихорадки, хина. Лекарства эти из Китая через Сибирь везут, сказал Кирилл Васильевич. Из Тобольска приехал наш приказчик в Устюг. Сильно туда вывезли китайцы свои корни. Бадьян, да ревень, да хину, да чай. И бобровую струю. Тут тоже можно большие дела делать. И наш-то Шорин, Василь Григорьевич. Он засмеялся и покачал головой. Наш пострел уже и тут поспел. Ейбо! Уж в Индию два приказчика посланы, два брата Никитины, Родион да Иван. Вон куда! Ну, ему-то все рука, говорил Семен Матвеевич. Тут Волга, а по Волге нам плавать нелегко, беспокойно. На Волге на самой торговать можно, в городах. Не скажи, Кирилл Васильевич, города верно есть. Да и в тех городах Кремли велики, а посады-то малы, возражал Грачев. Одни стрельцы. Живет народ одним государевым жалованьем. Работать-то не на кого, торговать не с кем. Степь, промыслов нет, перекати поле, пусто. Торговли в Самаре, Царицыне, Саратове, в Черном Яру не искать. Да и плавать туда неспокойно трудно. Приходится воеводам туда, на низ, караваны слать из Нижнего Новгорода до Астрахани со стрельцами. Вот Шорин-то и схлестнулся с боярами. Его товар с караулом ходит. Да дружок его, чистый Назар, в посольском приказе с кизылбашами руку держит. Ему торговать вольно. Он государь в Купчино. А нам-то трудно. Товар-то, конечно, есть. Рыбы на низу богата. Этого и у нас с Беломорья тоже хватит. Шелка идут из Персии да Шамаханские. Ну, это немцы в Европу везут к себе. Играчев, прихлебнув сбитню, заговорил словно другим голосом. Так-то, Кирилл Васильевич, нелегко на Волге работать. Другой-другой народ у нас на низу, на Волге, чем у вас в Поморье да в Сибири. У вас люди мирные. А у нас на Волге земли новые. А тамошние люди свое старое помнят. Возьми, к примеру, Казань. В Казани посадские татари сильно работают. Все по-своему. Мелкие ремесла знают, что нам еще не вдомек. Болгарскую кожу работают хорошо. Юфть, Софьян. Им наш городской товар ни к чему. Да по Волге народ на низу, Кочевой, немирной, С саблей да с садаком. Пока весь там русского люду нет, Там дела мало. Да, ежели, Семен Матвеевич, мы будем своих на Волге ждать, Немец туда пролезет. Опасно. Больно немцы на Волгу рвутся, А у них товар подходящий. Упустим матушку Волгу, Пожалуй, не вернем. Хорошо, что казаки с Дону да татари немцам ходу не дают. А нам нужно это дело на свое счастье пытать. Вперед смотреть. Разговор прервался появлением молодца с подносом, Уставленным расписными чашками и блюдом с янтарной отварной осетриной. «Пожалуйста», — сказал услужающий, Ловко расставляя чашки по столу, Раскладывая ложки. Тонко улыбнувшись, он водрузил на столе маленькую усулейку с золотистой настойкой. «Лимоннесс». «У вас в Москве больно кормят, славно», — говорил Семен Матвеевич, Осторожно раскладывая по чашкам дымящиеся звенья осетрины. «У нас проще. Эх, отскоро на царевом верху будет пират». «Царь-то женится?» — спросил старший босой, Раскрывая складной засапожник, чтобы резать рыбу. «И боярин Морозов тоже заодно». «Да к ему-то под шестьдесят, не менее. А любит сласть-то. Хе-хе-хе. А уж милославский Илья Данилыч. Да чего рад обеих дочек-то повыдать. Недаром говорят, такие хоромы строить собираются. Куда там? Ну, бог с ними, большим кораблям, большое плавание», — сказал Кирилл Васильевич, Крестясь и подымая левой рукой стопку. «Со свиданием радостным». Выпил и, морщась, спросил. «А как же у вас там на Волге-то русский люд живет? Когда ж там торговать можно будет? Да что за Нижним, нашим немало пашенных людей сидят на новых землях. Рады были туда вылезти из лесов. Пней-то не корчевать. Чего лучше? Земля добрая да ровная, степь да дубравы. А вышел-то дело хуже, чем в лесу. В лесах свободно. А здесь уж большие бояре. Кто в Москве сидит первый боярин? Морозов Борис Иванович. Кто у нас за Волгой первый? Вотчинник. Он же Морозов. Вотчинник — владелец родовых земельных угодий, вотчины, переходивших по наследству. Да и другие все московские вящие люди в наших землях сесть успели. Они тоже смекнули, что одним хлебом с поля да царским жалованием не разбогатеешь, а взялись за промыслы да за заморский торг. Они своих пашенных мужиков в деловых людей обернули. Будные заводы поставили в дубравах, поташ жгут. Будные заводы — поташные, смолочужные, селитренные заводы. У Морозова по сту бочек на день вырабатывают, за рубеж везут. Богат стал боярин, уй, богат! Вотчины в семнадцати уездах — это как? Триста сел. Мужики ему и пашут, и жнут, и смолу, и деготь гонят, и лес рубят. На кожевенных заводах пропадают, вино курят. Мельницы везде поставили, кирпичных станов не один. Кирпич-то, поди, нужен. Палаты какие боярин себе строит, вся Москва ахает. А кто все робит — мужики. Из леса выбежав, мужики в крепость угодили. Все равно, как вы в Москве. Ловок, боярин, жадин. Все они такие. Все иноземцев слушают. По польскому свободному образцу норовят холопов дугу гнуть. Что скажешь, босой? — Нехорошо, — твердо ответил Кирилл Васильевич, откладывая нож в сторону. — Нет, не по старине. — А царь молодой чего делает? Наши отцы, как Михаила советом всей земли в цари сажали, запись с него взяли, старых вольностей не рушить. — А где она? — Запись та. — Помину нет, — шептал Грачев. — Без собору дел не вершить. Запись была. — Чтоб работать нам под царем, как мы работаем, артельно, — заметил босой. — А выходит, дело не так. Пади, бежит народ. — Рад бежать, — усмехнулся Грачев. — А куда? — В обрат за Волгу. — В обрат опять. — В леса? — Пникорчевать. В Москву царские исцы схватят. А в дикое поле бежать ясыром станешь. Дикое поле степи ясыр татарская. Здесь пленник раб. — На отшибе живут, — продолжал Грачев. — Казакам разве на дон, на яек? Так те хлеба не пашут, саблей норовят жить. Те выдать не выдадут. Да своему научат вольной жизни. Кипит народ за Волгой. Ты послушай, что народ говорит. На каждый роток не накинешь платок-то. По кабакам слышно ревут. Обманула Москва народ. Бояре обманули. Ох, и будет. Чего же будет? А тряханет народ боярами. Ой, тряханет. Замять не будет. Ейбо. Соли кой-кому крепко солоно доведется. Назар чистой-то уж на новое место сел. В посольский приказ думным диаком. Он Назар. Да Василий Шорин. Этому всему боярскому делу голова. Учат те купчины бояр, Как богатство в парчевые машны собирать. А Траханиотов, Петр Тихоныч, что творит? Пушкарский приказ. Медь за рубежом на пушке покупает. Траханиотову вся Москва звенит. На все закупы эти деньги надобны. Ну, соль все и оправдывает. А уж пуще всех плещеев. Он своим земским приказом Все москомину набил. С утра, как не пройдешь, Мужики на провеже стоят. Долги плещеев ботагами по ногам выколачивает. Ну, вы, торговые люди, Должны смотреть крепко, Коли какое дурно на Москве случится. А нам что ж такого? Или своих-то дел, а и тебе не жаль, Кирилл Васильевич? Ведь за полсотни годов Вон вы куда ушли, Всю Сибирь по-тиху Москве приспособили, До Байкала моря. Везде люди работают крепким. Смотри, как вон из Украины на Медни в Москве послы были от казаков. Надоели им ляхи. Сюда казаки просятся к нам, хотят под Москвой жить. А почему? Потому что мы сильны стали, А бояре на Москве воруют. Не по совести. Обидно, конечно, Семен Матвеич, Что на наших-то делах другие руки греют, Палаты строят, На заморский образец каменные Рыла скоблят, Польские кунтуши Носят, Постов не блюдут, Им де все позволено, Говорил Кирилл Васильевич. Кунтуш, Польская верхняя одежда, Длинный казакин С разрезанными рукавами, Которые набрасывались на плечи. Я так думаю, Семен Матвеич, Тихона-то я Посылаю в Нижний Новгород, Пускай съездит, посмотрит, Как там народ живет, Проведает все, Разума наберется. Он взглянул на Тихона. Слышь, племяш, Поедешь. Поглядишь сам, Приедешь, Будем знать, Что делать, Чего отсюда сказать. Писание — дело скользкое. Молодец уже подавал Тельное, Потом взвар. Взвар — сок вареных фруктов. Ей лепили, И разговор становился Все веселее. Вспоминали молодость, Смеялись. На Спасской башне Пробило пять ударов. Пора и опачив держать. Идем-ка домой, Да соснем, Сказал Грачев. Кирилл Васильевич Подался вдруг к окну. Из Спасских ворот Через мост над рвом Скакали четверо вершных На белых аргамаках. За ними бежали скороходы, За бегущей челядью Вынеслась алая Орленная каптана С шестериком. Возницы сидели на конях Верхом, Сбоку каптаны, Лихо бежали скороходы, Держась за толстые шнуры С золотыми кистями. Народ замер, Сняв шапки, Провожая взглядом карету И на всякий случай Кланяясь в пояс. — Должно кто из Морозовых. — Надо бы Жена Глеба Ивановича, Боярыня, Сказал Семен Матвеевич. — Она. — Эх, не так народ Живет, Васильич. — Ну, платим, да идем. — Отдыхать нужно, Мы-то уж старики. А ты, парень, Ткнул Грачев толстым пальцем С серебряным перстнем в Тихона, Ты молодец, молча. Чи, да слушай. Смотри, думай, Как жить по совести надо. Души своей губить нельзя. Тихон с Кириллом и Васильичем Дошли до москворецких ворот. Солнце стояло За Донским монастырем. На площади народ московский Все редел, Расползался по избам, Кто с прибылью, Кто голодный. Садились за щи, Садились за труды, Кто смеялся, Кто злобился и негодовал. Навстречу им из дома Выскочила, как всегда, Настенка, Повисла на шею у отца, Пряталась в его бороде. Хмельное-то пил, Видно опять, Выговаривала она отцу, Смеясь. Мамонька гневаться будет. А тише, братик, Тоже пил, Тятенька, Путь ляжь, Отдохни. А тише, братик, Или ты тоже ляжешь? Ну что это, Еще солнце, А все храпят, Отдыхают. Мы русские люди, Не иноземцы, Дочка, Улыбался отец. Ну, помогай мне Разблакаться. Все шло в доме Старшего Басова Старым, Установленным порядком. После дневного отдыха Пиле перед вечером Сбитень, Хозяйка хлопотала С ужином. На башне Кремля Перекликались стрельцы, Славя город, Как по всем русским городам. На Красной площади Вдоль гостиных рядов Гремели цепями, Бегали и брехали псы, У перегороженных Решетками улиц Стояли заставы С бердышами, С фонарями. По Вознесенской Бежал посадский человек Осип Ковшов Звать бабку Наповой. Родит жена Просковья. С него Решеточные сторожа Брали за проход. В избах За жалкими каганцами, За лучиной Трудились московские Мастера-искусники, Шептались О последнем скандале В доме боярина Шереметьево. Чего было? И... Прибежал летом На Москву Чешский человек Матвий Шлык, Спасаясь От преследований Безбожных католиков, Заявил, Что он Православный. Принят он был У царя Со слезами умиления, Ловкий, Обходительный, Благочестивый, По своим рассказам, Даже родич Чешских королей, Матвей Шлык, В качестве почетного Иностранца, Пожалован был Поместьем Под Москвой И дорогими подарками, Соболями и золотом. Беседовал часто С самим царем Алексеем. Он познакомился С боярином Шереметьевым И так того очаровал, Что чваный боярин Выдал за него Единственную свою дочь, Гордясь Столь высоким родством. А вышло, Что Шлык Был Комнатным Служителем Какого-то Имперского графа, Украл у господина Деньги И убежал В Московию, Где, Как он слышал, Иностранец Всегда мог Легко выйти В люди. Боярин Шереметьев, Прознав все, Упал царю В ноги, Просил защиты, Брак Расторгли, Шлыка Посадили В Соловецкие Монастыи. «Ха-ха-ха!» Посмеивались Бояре По своим хоромам. «Вот старый Дурак! Вот те и Породнился С королевским Родом!» В этот вечер Царь Алексей, Прося Умиротворение Своей Плоти, Молился В Крестовой, Добивал Уже Седьмую Сотню Земных Поклонов. Крепчал Мороз. Два Гиганта Печатника На печатном Дворе При паре Сальных Свечей Печатали Грамматику Милетия Смотрицкого Первое Робкое Веяние Науки Среди Могучего, Но неграмотного Живого Народа. Смотрицкий Смело Писал В ней, Что Отцы Церкви Были Грамотны, Что Они Занимались Науками, Грамматикой, Философией, Историей, Астрономией, И народ Тоже Может Изучать Все Это, И в этом Греха Никакого Нету. И Подслеповатый Очередной Справщик Ефимий В типографии Печатного Двора, Уже Не один Год Мечтавший, Как бы Ему Достать Очки, Просматривал Оттиски Под свечой Вспухшими От напряжения Красными Глазами, Нет ли Где Распавшихся Или Перекосившихся Литер. Гиганты С закатанными Рукавами, Печатники Оставались Пока Доверчиво Неграмотными. Глава Девятая Боярин Морозов Суров Месяц Просинец Январь Холода На грех Покрепчали Московские Избы И терема От мороза Ухали Гулка. Над Столицей Стояли Недвижными Столбами Дымы, Воздух Был Сух, Жгуч, Над Снежными Крышами Кремля Между Башнями И Колокольнями Катилось Бледно-красное Солнце, По ночам Ходил Месяц С ушами, Все Деревья Московских Улиц И Садов Опушились Алмазным Инием. Ну, Куда уж тут Было Отъехать Тихону В дорогу Надо было Ждать. Да и Время Подходило Веселое. Отошли Святки, Вертячие Скоморожьи Праздники. Прошло За крещенским Вечером Крещение С пышным Водосвятием На Москве Реке Сеорданью Под Тайнинской Башней Со стрельцами Да с пушками С купанием В прорубях. Иордань Здесь Прорубь. И по всем Торгам И площадкам Забили В барабаны, Закликали Государевы Бирючи, Что в воскресенье Шестнадцатого Января На царском Дворе В Кремле Царская Свадьба Звали народ На почестен Пир. Москва Знала Все Дотошно, Что творится В Царевом Верху. Тихону Поведала Обо всем Его тетка Фитинья Марковна Босая. Тетка Только что Пришла От овсеночной, Сидела На теплой Лежанке, Бревенчатую Горницу Освещала Свеча. Тихон И Настенка Сидели На лавке. Года Полтора Тому назад, Говорила Фитинья Марковна, Заправляя Обеими руками Сидеющие Волосы Под повойник. Царь-то уж Было Выбрал Себе Невесту. Выбрал. Двести Девок Свезли Самых Красивых Со всей Земли На Москву, А царю-то Показали Только Шесть. И Как Увидел Наш Алеша Одну, Обомлел, Сразу Отдал Той Девке Ширинку И Кольцо. Из Касимова Была Девка-то, Афимья. Взяли Девку Наверх, Одели Абули, Известно Царь. Стали Царевной Нарекать, А она Возьми Да и Хлоп, Как Подкошная Упала, Да? Тетка Фетинья Перешла На шепот. Как Ей Девки-то Волосы Чесали, Так Их Затянули, Что Она И Сомлела. Ну, Тут, Конечно, Все Боярь Кричат Кругом Порча, Порча. Девку-то Царь Сослал И Ейного Отца Сослал. На Синем Рассвете Дня Царевой Радости Собирался Народ На Ивановской Площади Перед Царевым Верхом Ждали. Государь Отстоял Раннюю Обедню В Верхней Церкви Спаса, Благословился На брак У Патриарха, А как Из-за Спасской Башни Поднялось Солнце Под Трезвон Царь В Золотной Шубе В Соболь Ей Шапке На Белом Аргамаке Под Персидским Ковром Ехал Благословляться Кремлевским Московским Святыням В Чудов Монастырь К мощам Московского Заступника Алексея Митрополита Да В Архангельский Собор К Родительскому Гробу Золотная Шуба То есть Расшитая Золотыми Позументами Сзади Верхами В парчах В высоких Шапках Ехали Бояре Народ Крича Крестясь Валился На снег Восхищенный Сквозь пар Дыхания Сквозь Дым Ладана И костров Словно Небесным Видением А в Грановитовой Палате Подготовлено Чертожное Место От Чертог По далам Балдахинам Два кресла Для царя И царевны На нем Два головья Подушки Золотого Бархата И на каждой Подушке По сорок Соболей Сибирских Перед местом Стол В три Скатерти Накрыт И на нем Сладкая Перепеча Да творожный Сыр Сладкий Да солоница Сладкая Перепеча Кулич Царевну Марью Ильинишну На царицыном Верху Уже Нарядили В платно Золотно Да в венец Золотой С городами С каменьями Да жемчугом Тысяцки Царевну Марью Повели В грановитую Палату Благовещенский Протопоп Степан Окропил Святой Водой Чертожное То место Соболей С одного Сняли Посадили Царевну И тогда Послали Боярина Да государем Государь Царь Великий Князь Алексей Михайлович Всея Руси Боярин Морозов Борис Иванович Велел Тебе Сказывать И Время Тебе Государь Ити К своему Делу Подхваченный Двумя Боярами Под руки Медленно Шествовал Царь Алексей В грановитую Палату Впереди Поезжане За ними Поезжане За ними Дружки За теми Бояре По переходам Крыльцам Гульбищем Галереям Дворца Мелькало Перед Народом Опять Блестящее Видение Царь Сел И Протопоп Благовещенский Степан Благословил Чесать Голову Царю И Царевне Чесали И Чару Сосыпалом Держал Думный Дьяк Алмаз Иванов Да Чару С медом Гребень Мочить Думный Дьяк Прончищев Имеется Ввиду Свадебный Обряд Свечи Царя И Царевны Зажгли Богоявленским Огнем То есть От свечи Зажженной В церковный Праздник Богоявления На Государынью Царевну Кику И Плат Положили Уже По Бабьи Кика Женский Головной Убор Род Повойника Свахи Убрусом Покрыли Жемчугами Убрус Плат Платок И Соболями Опахнули И Осыпалом Осыпали Обоих И Перепечу Разделили Обоем И Оба Царь и Царевна Ели И пошли К венчанью В Успенский Собор Синями Да Красным Крыльцом Что у Грановитой Палаты И Путь Был Крыт Комкою Алой Комка Тяжелая Шелковая Ткань У Крыльца Ждали Аргамак Да сани Большие Обитые Атласом Золотным В них Сидели Уже Четыре Свахи Впереди Побежали Дети Боярские Двадцать Человек Чтобы Царю До Царевни Никто Не Перешел Пути Вдоль Расчищенной От Снега Дороги Стояли В лазоревых Красных Зеленых Желтых Кафтанах Стрельцы Удерживая Вопящий Беснующийся От великолепного Зрелища Народ Тихон Тоже Не помня Себя Пробивался Вперед Ближе Давя Расталкивая На своем Пути Нагольные Тулупы Шубы Азямы Мужиков Цветные Шубы Да Шушуны Баб Пока Наконец Его Не Ухватил За Грудки Грозно Высокогрудый Стрелец Полка В лазоревом Кафтане Азям Верхняя Одежда Русского Крестьянина И Грожанина Вплоть До Восемнадцатого Века Стой Закричал Стрелец Чернее Выбитым Зубом В легкой Бороде Замахнулся На Тихона Бердышом Куда Тя Несет Нелегкая Тихон Остановился Тяжело Дыша Он Да Ясно Видел Он Не Мог Ошибиться В Парчевой Шубе В Высокой Шапке С Ширинкой Через Плечо Шел Среди Поезда Государева Он Его Обидчик Князь Василий Степанович Ряполовский Весь В облаке Золотого От солнца Пара В клубах Синего Ладана Среди Парчевых Бояр Блеск Оружья Цветных Стрельцов Он Его Обидчик Торжествующий Похититель Его Анны Богатый Сильный Защищенный Своей Близостью К Царю Тихон Так Тяжело Дышал Так Смотрел Сквозь Слезы Что Мерзли На щеках В бороде Что Схвативший Его Стрелец Поласковил Улыбался И Пройдя Уходил От Тихона Его Обидчик Недосягаемый Как само Небо Повенчали Царя И Царевну Пели Голосисто Царские Певчие Дьяки И шествие Таким же Порядком Двинулось Обратно Царь Верхом Царица В санях В большой Столовой Избе Все было Готово Пир Пошел Своим Ослепляющим Ходом Посреди Столовой Избы Поставцы С золотой Серебряной Царской Посудой С хрусталем С венецианским Стеклом Стол молодых Отдельно На возвышении Крытым Красным Сукном Столы Другие Расставлены Вдоль Стен Короткий День Кончался Пороховая Нитка Уже Зажгла В паникодилах И в настенных Подсвечниках И в шандалах На столах Сотни Восковых Свечей Ближе Всех К царю Сидел Неподвижно Каменее Духовный Чин Патриарх Иосиф В белом Клобуке С херувимами И с жемчугами Митрополиты И епископы В лиловых Мантиях С рубиновыми И алмазными Источниками Архимандриты В черных Алмазные И рубиновые Источники Особый узор На мантии Тут же Сидел Никон Игумен Новоспаски Рыжий Могутный Краснолицый Мужик С деревянной Резного Дела По ноге Дальше Протопоп Степан Протопопы Да попы Московские Бояре С бритыми Головами Поскидали Высокие Шапки Нет Мочи Как натоплено Сидели В тофьях Думные Дьяки В цветных Кафтанах Окольничьи Еще дальше Именитые Московские Гости Стольники В высоко Поднятых Руках Разносили Ествы Братины С медом Да пивом Сулии С заморскими А бояре Дикие Торговые Гости Пили Крепко И то и дело Густой Хохот Потрясал Столовую Избу Особенно Гремел Смех Носились Шепота Когда Под пасхальные Гимны Пришлось Дружкам Завертывать В скатерть Жареную Куру Вести Вести Молодых Спать В синник И казалось Что от хохота Того Дрожат И пляшут В веселье И небо И земля И на Ивановской Площади Все больше И больше Разгоралось Веселье Народное От жарко Пылавших Костров Белые Соборы Сам Иван Великий Сияли Живыми Отцветами Купола Блестели Лунами Дым Плавал Как облака Пиво И вина В бочках Кадях Было Хоть Залейся Столы Под фонарями Завалены Жареной Говядиной Бараниной Птицей Хлебом Вихрь Песен И топот Плясок Несся Побревенчатой Мостовой Пестрой Метелью Сверху Смотрела Ледяная Луна Луна Стояла Над Боровицкой Башней Когда Боярин Борис Иванович Густо Хмелен Отменно Доволен Вышел Оберегать Царскую Опочевальню Конюши Боярин Иван Васильевич Морозов Подал Крыльцу Рыжего Бахмата Стряпчие Поставили Невысокую Скамейку Боярин Грузно Поднялся И Опустился В мягкое Седло Обнажил Меч Молнией Блеснувшей Под луной Положил Его На правое Шубное Плечо И шагом Пустил Коня Межфигурных Теремов Взятых В плотное Кольцо Промерзшими На сквозь Стрельцами Навстречу Ему Из-за Угла Выехал Илья Данилович Царев Богоданный Тестюшка Съехавшись Оба Остановились Все Ладно Раскатисто Спросил Морозов Не плакал Никто Кому Плакать То Взглянул На луну Милославский Девка Моя Ниткова Боюсь Алеша Мой Не заплакал Боюсь Усмехнулся Морозов Больно Уж Тих Агнец Не ведаю Ответил Илья Данилович Он Все Еще Смотрел На луну Месяц С ушами К Морозу А вот Ты Борис Иванович Как Через Недельку Будешь С моей Аннушкой В синяке Поглядывай Молодой Как бы Не уснуть Тебе Кум Если Нужно Уснем Данилович Ну Спаси Христос Дело Сделано Завтра Сводим Государя В мыльню А моет Он Свой Грех Будет Женат Человек Одного Боюсь Не захватили Бо его Черницы Так что И жена Не удержит Смотреть Надо Молодой Алексей Сел На Высокой Брачной Постели Смотрел Царица Марья Сбросив Головной Убор На столе Между Кадеми С хмелем Да с пшеницей Ничуть Не смущаясь Ловко Разделывала Ножом Свадебную Куру Кушай Кушай В Успен Собор Собор Раньше Тихон Всегда Знал Что Жить Надо Бы Как Все Живут Ловить В море Рыбу Ездить За каменный Пояс По Сибири Пашенных И служил Их Людей Откуда Добежал Наконец До двора Дядя Кириллы Все Чадо И домочадцы Сидели За столом Горели Свечи Ужинали Пошатываясь Тихон Вошел Помолился На икону Перешагнул Лавку Сел Ну Сказывай Племяш Чего Видел Велико Ли Было Царское Веселье Тише Голубчик А на царице Каково Платно Припала К его Плечу Настенка Сиди Чередом Прикрикнула На дочку Фитинья Марковна А то Вот ложкой По лбу Какая Права Ешь Племяш Проговорил Кирилл Васильевич Указывая На блюдо Студня Что-то Ты Сумен Тихон Вытащил Из сапога Свой нож Пододвинул Молча Чашку Фитинья Марковна Положила ему Студню С соленым Огурцом Подала Ломоть Хлеба Иль тебя Молодца После царского Веселья Впрямь Нужно Огуречным Рассолом Опохмелять Тихон Тихон В тишине Трудится Все 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 Тихон Кивнул Головой Вот и я Говорю Настенка Налей-ка К вас Спасибо Спасибо. Ну, что ж делать с ними, с боярами? У протопопа Степана, царева духовника, попы собираются, думают, что делать. Ихняя вся надежа ныне, игумен Никон, зело, силен, в боярской думе сидит. Что он не скажет, царь делает. Говорят, кабаки скоро на откуп давать не будут. — Слава тебе, Господи! — грабеж кабаки, — отозвался Кирилл Васильевич. — Только как это бояре свои доходы отдадут? Чудно! Никон Архимандрит царя уговорил тоже, чтоб немцам воли не давать. Нашего хлеба за рубеж они не увозили бы, и чтобы обиды от них торговым людям не было. Царь все обещал. Из Киева едут монахи-ученые, будут наших учить. И пенье, говорят, в церквах направят, чтобы пели, да слушали вразумительно и умильно. Пели бы не все в раз, а по отдельности, чтобы народу понять все можно было. Книги исправлять будут. Никон Архимандрит силен, человек правильный. Кирилл Васильевич взглянул на Пахомова. — Не Поповское это дело в мирские дела лезть, — заметил он. — Бояр иконой не испугать. Надо, чтоб народ сам говорил, чего ему надобно. Молчит народ. А как он скажет? Воеводы да дьяки за него и пишут, и говорят. Ну, да дай срок, скажет, скажет сам. Вечь-то никуда не ушло, помнят его. В Москве вон ляхи сидели, нам царем Владислава уж поставили. А все ж народ их прогнал. Сила! И теперь со всех городов челобитные идут. Их честь да слушать нужно. Ну, Бог даст, и соберется собор всея земли. — А кто соберет-то? Бояре? Себе на голову? — А сами соберем. Ум у мужика ни черт съел. Кирилл Васильевич Пахомов им доприжал к груди обе руки. — Так мужики-то неграмотные, темны. Как рядить будут? Кирилл Васильевич стукнул легонько ладонью по столешнице. — Неграмотный. — Вон подьячие да приказные, все грамотные. И что с того? — Крапивное семя. У них, что ли, у грамотных ума да правды спрашивать? Они всю грамоту-то в свой карман оборачивают. Многие попы тоже от святого писания глаз не отведут. А что толку? Что не сбрешут, все на писанье валят. Народ на своей шкуре знает, каково ему та грамота приходится. Народ-то други умен. Хоть языком и коряв, хоть нет у него гладкой побежки, да книжный и находи. Вот, кабы у народа свои грамотеи завелись, за народ бы говорили. И вот еще что скажу. У нас на севере в лесах народ сидит вольготней покуда. Там тихо. А где тихо, оттуда и спасенье. А на Волге инако. Там на Волге неспокойно. Война, казаки. А где война, там боярин. А где боярин, там воли да правда выходят нищи. Вот ты, Тихон, по отцову указу съездишь на низ, сам посмотришь, что там да как. Чего говорят, чего ждать. — Попы там, говорят, есть хорошие, — заметил Пахомов. — Поп-попом, а мы-то в миру живем, — огрызнулся даже Кирилл Васильевич. — Попы святые люди, — спорил Пахомов. — Эва, святые с народом живут, народ учат, а попы невежды, только службы ведут. Народ свят, а не попы. Поповское дело с мирским неча путать. А то ведь смешно выходит. Вот ты, Тихона, спроси. Его воевода Холмогорский и забидел. Так поможет ему животворящий крест Господень или нет? Или воевода тот креста испугается, в монахи уйдет, а бабу свою Тихону отдаст? Эй, нет, крест Морозову ни при чем. Воевода крепче черта. Ему нож в бок, — тихо выговорил Тихон. Эй, парень, дуришь? Грозно прикрикнул Кирилл Васильевич. Ножом большие дела не делаются. Ножи в ходу под Боровицкими воротами, на речке Неглинной, под Кремлем, где голь живет Кабацкая. Там ножи. Голова нужна в твоем деле. В больших делах ум надобен. Будешь в Нижнем, жить будешь у дружка моего, у Псурцева, Максима Андроныча. Слушай его. Ох, голова! С умом да со всем миром и на воеводу управу найдем. Да еще одно думаю. Надо бы нам у немцев поучиться. Надо к ним приглядываться. Они в ремесле много вперед нашего знают. И боярство тоже укращать умеют. В Англии, сказывают, большая заваруха бояр с ихним королем идет. — С самим королем? — ахнул Пахомов. — Ага. Ихнее вече на короля войско подняло, что неправо делает. И из народа сильный человек за правду вышел. Ихних попов не любит. Это знать народу надо. Одна только беда с иноземцами. Они с нашими боярами больно похлебствуют. — Выгоды своему карману ищут, — продолжал Кирилл Васильевич. — Нас, русских, они учить добром не будут. Своя шкура ближе к телу, чем чужая-то. Самим, самим нам придется выдираться из прорухи нашей. Прошло уже два месяца, как жил Тихон в Нижнем Новгороде, а все никак не мог привыкнуть. Все было по-иному. Ни как дома в Устюге, ни как в Москве. Нижегородская весна пришла раннее, спорое. И теперь, ежели стать на венце, на горе над слиянием Волги и Оки, кругом развертывалось неохватное сизоглубое половодье, отразившее крутые облака, по воде плыли последние редкие источенные ветрами льдины, выше Нижнего вода стояла морем, а против города, за Волгой, ушла под самую черную полоску дальнего леса. Просверкивали купола и кресты потопленных сел и погостов. Белые стены Нижегородского Кремля опоясали вершину дятловых мордовских гор, сбегали вниз, почитая до самых вод, лезли снова тяжкими каменными змеями вверх по откосу. Волга и Ока подступали вплоть к Острогу, залили низкие посады, дома, подоли, верфи, где строились зимой суда. Огромное пространство было полно блеском солнца, воды, неба, облаков, и в явь видно было, здесь дышат, живут иные земли. Не лесная глухомань, а широкие, безмерные, горячие просторы. И народ-то на низу, другой, не лесной народ, зачарованный суземом, медленный, привязанный к малой пашне на узкой полянке. Сузем вековые дремучие леса Смиренен, молчалив лесной люд, в лесу-то не гукнешь, не засмеешься, опасно, враз отзовется, загремит хохотом леший, петь в лесу, упаси Богородице. Долго стоял Нижний Новгород, на самой окраине московской земли, несокрушим его каменный Кремль, на остроге между Волгой и Окой. Стоял он сторожей на подступах к Москве из восточных степных ханств. Держал на замке великий водный путь Волгу, оберегая его для Москвы до поры до времени. Стоял, как наложенная на напряженную тетиву стрела московской силы, направленная на восток. Низовые кочевники, бешеные конники и даже давно осевшие там татари не знали лодок, не умели пользоваться водными дорогами. Им привычны были бескрайние ровные степи, по которым они и носились на конях на тысячи верст, как страшные перекати поле. Минуло уже сто лет, как для Москвы созрело время, и она из северных лесов по Волге двинула струги с войсками, поставила на остроги рек Волги и Свияги на холме Свияжск, сломила оттуда Казань, потом взяла Астрахань. Могучая река сквозь незамеренную еще буйную степь вывела лесных московитов к самому Каспию. Для охраны Волги построена была цепь городов-крепостей Сызрань, Симбирск, Самара, Царицын, Черный Яр, Астрахань с Кремлями, полными стрельцов, да с малыми посадами. Стало на Волге пребывать народу иного, не то что кандовый, обжившийся в трудах северный люд, не раз сюда, на низ, в Новгород-Нижний, выселяли из Новгорода Великого вольных новгородцев, из которых оба князя великих Ивана, дед да внук, третий да четвертый, не могли, сколько ни били, выколотить их вольности. Вокруг поволжских городов с Кремлями, со стрелецкими гарнизонами, садились на землю и приборные служивые люди, крестьяне по прибору, что должны были и землю пахать, и одновременно нести службу бережения от налетов степных конников, схоже с вольными казаками. Сюда, на Волгу, на Великую реку уходили, чтобы жить наймиты отходники, гулящие люди, бурлаки, бобыли, крестьяне, бежавшие от помещиков, от долгов, от кабалы, все, у кого душа просила воли, а от Волги до Дону рукой подать, и дух казачьего вольного уклада с сочувствием принимался в поволжских царских Кремлях. Сюда же, за Волгу, уставило свой жадный глаз именитое московское боярство, понимало, что тут можно вести крупное хозяйство, растить хлеб не только на семены и емены, а и на великую продажу. Здесь закурились черные, смоляные дома, смолокурин, малых домниц, грохочущих кузнец, соляных варниц. Здесь уже, как в Москве, появились задымленные, работные, оторванные от поля, потерявшие землю люди. И овеянный недавней славой освободителя Москвы на высоких своих горах богатым купчиной стал Нижний Новгород, ведя большую торговлю. Сюда, к воротам на восток, в Азию, сходились по Волге товары из Архангельска, Ярославля, Москвы, русские и немецкие, сибирские из Казани, персидские, индийские из Астрахани. Сюда везли хлеб из-за Волжья. Сюда, по Волге и Оке, сверху, снизу, плыли бесконечные дощаники, насады, струги. Здесь, по веснам, собирались сильные вооруженные пушками караваны на низ, в Астрахань. Их сопровождали стрельцы. Путь был нелегок. Уже за тетюшами начинались, тянулись по берегам Волги пустынные степи, где рыскали кочевники, где путешествие было уже опасно. И все же служилые торговые люди, москвичи, ярославцы, костромичи, нижегородцы, казанцы шли и шли туда. В Нижнем Новгороде жило много чужеземных восточных людей, персов, бухарцев, хивинцев, армян, индусов, что вели свои торговли, владели на подоле своими избами и пестрыми восточными лавками. И Тихон чувствовал себя здесь, на Волге, особенно по-новому, куда вольнее, чем дома, чем в Москве, когда он в тихий ясный полдень фомина воскресенья после поздней обедни в соборе вышел на зеленевший откос. По горе Попадолу, в городских, в посадских дворах, под могучими стенами зацветало, словно молоко разлила черемуха, дышало сладко, звонили колокола, женщины да девушки стояли, сидели у крепких ворот своих дворов в цветистых телогрейках, в шушунах, в манистах и бусах, щелкали орешки, пересмеивались, прикрываясь тонкими рукавами. Молодцы прохаживались мимо в синих да в коричневых кафтанах в шляпах с первыми желтыми цветками изолентами, важно ходили персы и индусы в цветных халатах, мальчишки катали крашеные яйца, над тынами посадских дворов взлетали качели да девичьи визги, и от легкой теплоты все тело тихо надышало сладко, сильно, уверенно, душа говорила ясно, что где-то близко тут свобода, да новое счастье тихон стоял высоко над волгой и рядом с ним старый псурцев говорил и говорил ему прямо в розовое ухо прикрытое блестящей прядью темных кудрей сколько люду новые места новые дела люди и шевелятся по-новому клубом кишат как черви вперед идут старое сухое словно костяное лицо под серебряными кудерками светилось и ему Максиму Андрончу тоже по душе было это весеннее раздолье лет двадцать минуло как псурцев кинул устюг унося с собой северное искусство беспокойная он был душа устюжским друзьям своим басым василью да кирилли давно ужаловался он что тоскует от лесов от людей закованных как в броню в старинные обычаи и от того ставших все словно на одно лицо большим своего серебряного дела мастером был Максим Андронч из-под его рук выходили серебряные сосуды где тончайшей чернью изображены были ангелы святые диковинные цветы выходили кольца перстни серьги запястья с великоустюжскими звонницами свящими птицами сирином и гамаюном выходили чары стопы кубки братины что радостно звенели за праздничными столами не ставит мастер свой зажженный светильник под сосуд а ставит его на высоком месте чтоб свет искусства светил миру и Максим Андронч уплыл с двумя учениками на дощанике по рекам Сухони югу Сосьве в Каму а там в Волгу перевез в Нижний весь свой снаряд поставил избу на посаде серебряные изделия Псурцева шибко шли по Волге обручальные кольца кресты серьги особенно те что любили носить казаки а за ними стрельцы полумесяцем в левом ухе пошли потом в Астрахань в Персию в Индию в соседние страны Максим Андронч стал получать с новых мест заказы новые образцы на кольца с каменьем с бирюзой работал серебряные ножны для кривых сабель прямых кинжалов русской старинной чернью изображая на них шахову охоту на газели и львов по лугам усыпанным цветами делал оклады для икон да евангелий в церквах что ставились тогда по всей Волге в новых городах и селах маленький вертки в смирном черном кафтане в вальной шапке он так и кипел около спокойного Тихона подскакивая как на пружинах Тихон говорил он како время ты идет верно твой батька говорит Василь Васильевич вылазим мы из лесов на полдень идем к солнцу силой копим на востоке погулять хочется вот так само как мы с тобой на откос вышли хочется силой с сопротивником переведаться чья правда праведнее за Волгой есть теперь люди которые крепко об народе думают идем-ка вон туда на травку присядем оба сели на край откоса тут места новые богатые легкие ну люд валит сюда жить и работать хочет говорил псурцев это правильно летят сюда что гуси на разводе а князья да бояре зачем сюда идут башню свою вавилонскую до неба строить тут на вольте вот люди и раскрываются вовсю у вас в лесу темно всего не видать а у нас на воле все видать взять хотя бы боярина нашего Бориса Ивановича Морозова спросил Тихонов его а ты его знаешь слыхал вся Москва о нем только извинит не одна Москва он за волжги наши как медведь задавил шептал псурцев он норовит весь народ в карман посадить все на себя ломит золото гребет лопатой как молод был одна вотчинишка была в Гальцком уезде а возьми теперь все царство в кулаке держит зажимает наши низовые вольности народ то и тут гудит воевать сказывают морозов все хочет ого глянь глянь через реку наискосок сверкая высоко в небе неслись лебеди кликая протяжно хорошо сказал псурцев сорвал с дерева свежий листок пожевал бросил нагнал сюда людей видимо невидимо на мордовские земли жмет нещадно без совести или дом до облаков строит помолчали псурцев полулежал на боку снял шляпу обмахиваясь ею молчишь спросил он оборачиваясь к тихону тот и есть и народ молчит кирилл а васильич мне в грамотке отписал что у тебя на твого воевода обида а тут вон всю землю один морозов и забидеть сумел от чёрт татарь-то деды сказывают справедливей были ей бог они теперь схватят дань да отъедут к себе на дикое поле махан жрать махан конина народ молчит да робит богатство боярам собирает а у бояр от этого богатства да пуще чужеземного узорчья голова кругом идёт а кто за народ заступится некому сказал тихон он сидел поставив широко согнутые в коленях ноги положив на колени руки опустив голову некому некому шептал яростно псурцев иль наш такой народ что не найдётся человека нет поезжай к сам по Волге посмотри по делу своему да на вольный народ посмотри что деется скоро струги слышно вот-вот воеводские пойдут в Казань я сговорю дружка тебя свезут и назад обернут посмотришь отцу отпишешь чать он и постарел Василий то Васильич а и то сказать сколько лет одначе пора обедать чай баба с пирогами ждёт вставай дружи и псурцев легко вскочил на ноги тихон за ним глава десятая деревенский поп боярин Василий Петрович Шереметьев плыл по Волге на воеводство в Казань плыл пышно на головном струге по палубе персидский ковёр в янтарной тени от паруса поставлена лавка крыта шёлковым одеялом на овчине перед лавкой стол под скатертью на столе братья с пивом ковши боярин сидел на лавке без шапки ворот красной рубахи распахнут весенний ветер хорошо продувал его багровое с похмелья лицо поближе к корме струга чулан с окошком в нём две постели на лавках боярин плыл с сыном на корме бочка с пивом на бочке пока что разложили свои склейки подьячий додьяк склейки склеенные по старинному по допетровски в ленту листы документов свитки пересматривали уездные казанские бумаги отщелкивая числа на косточках работа была спешная за боярским стругом шли ещё два со стрельцами да с седоками белые их паруса двоились в гладкой волге туча тучей сидел боярин и воевода задача на нём лежала большая в марте 1646 года когда боярами был наложен на соль налог по двигривны спуда отставлены были стрелецкие да ямские деньги соляные деньги однако поступали туго народ считал налог неправым шумел государева казна убыточилась пришлось соляную пошлину отставить тут бояре вспомнили про деньги стрелецкие да ямские и царь указал а бояре приговорили те деньги за прошлое время доправить сполна Василий Петрович и плыл доправлять их в Казань плыл с досадой как их доправишь доправь вон лёд что по Волге сошёл направёшь всю землю как поставишь прямой парус тянул сильный ровно ямские грибцы повалились на стлане кто дремал кто негромко пел у колодезя холодного как у ключка у гремучего да и красная девушка воду черпала Матвей много много кое-чего видел мальчонкой вывезли его из родных поместий с Волги в Москву он рос там сверстником царя Алексея делил с царевичем и заботы и ученья и забавы вместе с царевичем учили они и псалтырь и часослов и на клиросе оба пели а пуще всего вместе любовались чужеземными посольствами что за люди вот люди ловкие обходительные а как одеты фасонно не то что наши бояре бочки бочками в толстых шубах и матюшка Шереметьев а бык ловко носить польское и немецкое платье болтал немного по-польски нагло стриг затылок на темени оставил хохол сбрил молодую курчавую бородку и усики он в Москве столько насмотрелся на иноземные игры да забавы да танцы что все ему в Нижнем Новгороде казалось бедным тараканьи хоромы тесны а тянувшиеся по берегам Волги черные деревни были до того страшные жалки народ груб что молодой боярский сын смотрит смотрит да и захохотит ни того навидался он в Москве на фряжских листах картинках батя окликнул он отца село впереди что ли спросил он народ собравшись боярин повернул туго шею взглянул проговорил точно встречают должно нас и зевнул молодой человек подошел встал позади отца положив ему руки на плечи смешно сказал он какие черные дома словно их чернили оно от дыма матюша а как же иначе дым ну и чернеют труп труп то нету а как дивно красивы города в европе дом и белые крыши красные эй корм чей всем телом вертнулся боярин к кормщику како село то работки государь кланялся кормщик ворочая обеими руками навись рулевое длинное весло и лопатицы государь стерлят здесь больно хороша государь и батюшка хочу рыбы той покаштовать избаловным голосом выговорил юноша покаштовать здесь и спробовать угоститься отец глянул ласково что ж это можно эй у берега крикнул боярин кормщику да и другим стругом махним тут и пообедаем спешить то нам некуда не на свадьбу зеленый берег подплывал все ближе глинистый обрыв отражался в синей воде желтой полосой поверху избы раскидало словно ветром сверху по вражку велась к реке тропа по тропе вверх вихрем неслись убегали сарафаны да пестрые платки девок как наехали уныло тянули грибцы злой татаровья полонили они красную девушку батя а что поют хлопы шепнул в ухо отцу Матвей над нами они смеются по что девушки бегут подплыл к берегу и третий струк где сидел седоком Тихон Басой там тоже заметили бегство девушек от воеводы бегут с ухмылкой проговорил плывший с Тихоном человек в коричневом кафтане сильно пригревало он развязал красный пояс держал в руках кафтан расстегнул снял баранью шапку салым верхом подставил ветру блестящую лысину борода была у него обрита седоватые усы по-казацки длинны в левом ухе блестел полумесяц серебряной серьги должно подальше что лучше тих спросил Тихон понимающий а то лысый взглянул на него с тонкой улыбкой подальше положишь поближе возьмешь сердцем чуют боярин едет помолчал немного потом вымолвил в полголоса воевода кормиться плывет все себе ну и бежит от него народ кому пожалуешься воевода народ на берегу только что вытянул невод теперь стоял неподвижно ожидая боярина билась блестела серебром по траве рыба впереди стоял староста с седой бородой в рубахе рядом с ним должно поп в черной однорядке в скуфье матюшка давай кафтан медленно подымаясь словно приказал боярин и воевода влез в кафтан синий с серебряными репьями да с разводами засучил длинные рукава повыше расправил плечи и подойдя к самому борту следил сам руки назад как народ опускается на колени народ подъехав зычно гаркнул боярин голос раскатился по берегу поздорову люди народ ударил челом в землю смотрел в землю поздорову государь спасибо на добром слове тоню что завели альбо что альбо что или что тоню боярин тоню на твое счастье боярин большая видно тебе удача боярин во всем говорил староста на коленях ползая забьющейся рыбой вона смотри кака говорил он подымая против смеющегося лица большую стерлядь мерная двенадцать вершков слетела с мачты райна с парусом струк мягко ткнулся в приглубный берег боярин подхваченный под обе руки обрушился на песок ух та ух знатное будет дробно сыпал староста уже вертясь около боярина за ним вставал с колен и народ воевода повел круглыми рачьими глазами двинулся к попу что один не встал на колени благослови отче выговорил боярин стащил с головы шапку сунул подмышку и сложив руки подошел под благословением поп был молод высок рослому боярину не пришлось даже нагнуться ладно скроен статен широкие плечи крепкая шея круглая голова с долгими темнорусыми волосами под скуфьей крупные черты лица прямой нос крутой подбородок в курчавой молодой еще бороде черные брови в разлет над спокойными глазами добродушные полные губы придерживая на груди левой загорелой рукой пахаря деревянный крест поп высоко поднял правую руку во имя отца и сына и святаго духа негромко и истово выговорил он и широкими взмахами благословил боярина шереметьев принял как положено руку попа в обе свои и поцеловал ее поп смотрел на боярина ласково задумчиво далеко ли плывешь боярин спросил он голос у попа был тихий и звучный всем селом уж вторые сутки тебя ждем государь рыбки то отведаешь кормилец приступал к боярину староста борясь с сильной бьющейся рыбой спаси бог отведаю сказал боярин и отступил в сторону пропуская вперед матвея благослови же батюшка мое чадо поп глянул на юношу лицо его покраснело глаза потемнели вспыхнули гневом он отступил на шаг ей ни твердо сказал он не приближайся в юноша в чьем ты образе скажи не тех лиляхов что Русь разоряли а куда бороду девал бояре отец и сын в своих цветных одеждах стояли перед деревенским попом опустив и расставив от неожиданности руки растерянно матвей пытался было дерзко улыбнуться однако улыбки не вышло догадка сверкнула в боярской голове это должно быть тот самый поп из лопатец о котором уже слух шел по нижнему новгороду уж больно де он горячий дерзок не по образу ли и подобию божию ты сотворен спокойно выговаривал поп а ты вона рыло выскоблил стыдись в юноша а на голове что нет тебе благословения женоподобие срамной грех и ты отец тему стыдись дитя благоразумное родителям похвала а ты такое разрешая народ свой срамишь ей хуже душу его продаешь боярин уже опамятовался кто ты дерзец закричал он трясясь от гнева и топача по песку ногами имя твоя как откуда во поп стоял улыбаясь вытянувшись в струнку правая рука на кресте левая опущена вдоль тела да это наш батюшка раздался голос и стал пыздешний имя мое грешного иерея аввакум пасу души овец моих в селе соседнем рекомом лопатицы крик боярина достиг подплывающих других обоих стругов тихон все стрельцы все седоки вытянув шеи замерев слушали и смотрели что делается на берегу да как же ты смеешь дерзец неподобной лаею лаить моего сына стрельцы эй стрельцы гремел боярин взять его хватай с подплывающего струга на крик поскакали посыпались на берег стрельцы в цветных рубахах без кафтанов с прихваченным оружием окружили жарко дыша попа и шереметьевых тихон тоже прыгнул на берег попал в неглубокую воду выбрался затерялся в испуганной толпе а поп не казался испуганным только выпуклая грудь его то высоко подымалась то опадала глаза горели глубоким огнем взять ревел боярин батагов стрельцы шагнули к отцу Аввакуму но тот высоко поднял свой крест над головой стрельцы остановились православные что творите гремел мощный мягкий голос попа Аввакума на мне сан бог поругивая мне бывает не перестану я обличать нечестивых покуда живу или забыли уже в радость жизни мирной как вера наша избавила бедную Русь от конечной погибели или чего ты государь рыкаешь аки скимен скимен лев чего не сам ли виноват ты что сына не вырастил в страхе божьем сказано дети небрегомые грешат зато отцам от бога грех от людей укор и посмех или на посмешище в юноша сей одет какого ж отца сын боярский воеводский по сыну то видать что отец не разумеет что творит гордые стали свой народ не любите народом обычаями его брезгуете тихон стоял сжав руки на груди впервой в жизни своей среди всеобщего молчанья среди хитрых иносказаний слушал он такие прямые речи в душе его словно прорвало за пруду мельничную хлынуло то что давно где-то кипело билось хотело родиться но пока еще не рождалось человеческое свободное слово такое вот самое какое тихон слышал сейчас под горячими словами отважного попа воевода корчился ревел только сымайте с него крест бейте его игнашка игнат тогда зимой когда в заезжем дворе пахомов хлестал пьяного попа тихон негодуя радовался зато теперь подымался у него в груди горячий гнев против боярина тут слова попа были правы а боярин гневается за них а нужно чтобы такие слова знали бы и говорили бы все люди то была сама сильная правда исходящая из сердца у бабки Ульяны в ее словах была тоже правда но та правда другая легкая сияющая тихо никого не поражающая не жгущая не обжигающая это в деревенском попе показавшаяся мощь правды удерживала силу стрельцов не смели они шагнуть вперед против силы боярской вставала сила посильнее боярин остервенев ревел раненым медведям слово правды ранит пуще стрел стрельцы рыжи топтались пятились под горячими словами под огненным взором деревенского попа когда наконец на воеводском струге от крика проснулся вскочил шагнул с борта прямо в воду стрелец кудрявый игнашко бещев с соженными плечами в рыжих патлах из-под которых об ополы курносого носа пялились оловянные озорные глаза с помилом рыжей бороды на огромной челюсти могучий как степной конь об ополы с обеих сторон на берегу бещев глянул на разъяренного боярина услышал его крик хватай огляделся бросился к попу охватил его чудовищными лапами бросил как полено себе на плечо куда прикаж боярин хрипел бещев в волгу его мечи в волгу топи его сдавленный как дитя рычагами могучих рук богатыря игнашки поп даже не бился на его плече это было бы непристойно он только громко восклицал господи спаси господи помоги под крики толпы увлеченной и восхищенной зрелищем силы стрелец бещев легко вскочил с ношей на нос струга перебежал по нему к корме поднял попа аввакуума высоко и швырнул его в волгу боярин подбежал прытко к самой воде схватившись за живот громко хохотал смеялся за ним и сын Матвей глядя на боярина засмеялся кто-то из стрельцов но смолк толпа молчаливо насупилась страшна была сила рыжего гиганта что стоял на корме струга в своем красном кафтане следил подавшись вперед за тем как на воде в середине расходившихся кругов всплывали пузыри как колыхаясь плыла поповская скуфья тихон не раздумывал как был так и бросился в реку поплыл вперед осматриваясь не покажется ли где длинноволосая голова поп Аввакум вынырнул много ниже того места куда он был брошен огляделся выплюнул воду изо рта увидел подплывающего к нему тихона ты что раб божий спросил он улыбнувшись добро не утонешь батя не волгария спасите христос поплыву подали от сих скимнув и Аввакум за ним тихон поплыли вниз по течению за мысом вышли на берег стали разоболокаться выжимать одежу ты молодец откуда взял сто спросил поп Аввакум дрожавшего от волнения гнева и холода тихона соструга я иду на нем на низ то-то вижу не здешний ты ты чей раб божий с устюга с великого по торговому делу благослови честной отче пугать оболукусь так-то непристойно отвечал поп Аввакум выжимая кафтан спаси бог за горячую душу другие то бедненькие мои прихожане стоят да глядят а в воду скакнуть не смеют как скакнешь ведь боярин попа то бросил боярин дрожат хоть и в воде не бывали а души то хорошие ты докуда плывешь до Казани говорил Тихон дивлюсь я отче как ты смело говоришь с большим боярином а что Иван Златоуст пишет ты Маргаритто челли любовью к людям мы только и спасемся другим ничем же аще придам тело мое на мучение да сожгут его сказал апостол а любви не имею никакой пользы не будет люблю людей затем и учу люблю русичей ну от дураков то страдать то и приходится силен от без то силен попа Бакум говорил все медленно ясно видно было что все что он говорил было у него давно обдумано приведено в строгий порядок и Тихон глядя на спокойный лик деревенского попа дивился этой твердости поп попа обвакум вздохнул огляделся эко благодать то господи помолчав заговорил он любуюсь на березовую рощу трепещущую сквозную яркую в солнечных искрах и кружках премудрость божия весна красна как все прилажено как всяк злак на пользу человеком а вот такой скимен рыкающий кивнул он в сторону стругов ревет а чего и сам дурачок не знает сам себя укротить не хочет нравен больно а ты борись укрощай а не укротишь себя так люди укротят а люди не укротят бог укротит сильна у Христа то шелепуга шелепуга плеть укротит обязательно укротит сам себя укрощай сам с собой борись а когда все люди с собой крепки будут ой легко на земле будет жить борись сыне с собой одного приходит ко мне одна девица красна ух много греха исповедуется а я слушаю ее речи и чую беда мне блудный огонь и меня одолевает ой горько мне я три свечи канулою прилепил зажег да праву руку свою на пламя возложил угасло оно блудно разжение то жечь тебя надо бороть а вакуум смотрел прямо в глаза Тихону взор попа был легок как бы удивлен значит можно себя то победить говорил он а сам себя победил всех победил вдруг орет воевода наш дочь у вдовы старушки отнял взял себе на потеху а я его в церкви обличил сказал народу на чистоту так он дурачок пришел ко мне в церковь с людом своим и выволокший из храма чуть не задавил меня с полчаса я лежал на снегу как мертв потом ожил а он узнавши что я жив в церковь опять приходил там меня бил и за ноги по храму таскал а я в ризах только молитву творю попав вакум подошел к кусту на котором сушился кафтан заглянул в сапоги и с доброй улыбкой вздохнул ах ну его не знают что творят вот так всю жизнь в барине живешь здесь отец спросил тихон нет я в москву от обиды потом потащился к нейрону протопопу к ивану к земляку тот меня к царскому духовнику свел протопопу степану к ванифатьеву а степан протопоп про меня царю сказывал и звал меня царь к себе грамотку дал велел назад волочиться ишь ты запировали со стороны стругов неслись раскаты басовитого хохота визжала баба как есть робятки пируют говорил добро поп покачивая головой однова меня чуть не задушили как царь иван митрополита филиппа вдруг ореть сей час чуть не утопили аки волхова и степана пермского и смеются люди дурачки батюшка а ты пахомова семена исаакча патриарший он человек не знаешь а как же живо повернулся к нему отец аввакум с нероновым ревнуют о благом и никон архимандрит с ними дружки спаси господи о народе забота у них ну я оболукусь да побегу к себе той стороной а ты раб христов будешь у нас захаживай коли не забывай грешного эрея аввакума одевшись поп аввакум благословил тихона и пошел к себе в село лопатицы прямиком через поле а тихон кинулся к стругам бежал и думал как ведь оно бывает чего ищешь ан вот оно само в рот лезет бабка ульяна учит молчанию поп аввакум слову учит сперва должно молчат а потом как уж не втерпешь станет говорят ну и в воду попадают тоже не легче тихон перевалил через мысок стало под дымом видать костры в двух казанах варили уху два холопа у одного котла возятся стрельцы у другого на травке ковер постелен на нем возлежит воевода пиво стоит сулейки цветные с вином мужики без шапок кругом стоят ветер кудри у их вьет у воеводы лысина блестит розовая под солнцем боярин гремит безотрывно платить недоимок не будете в батаги направешь или государю не платить царю и великому князю гиль подымать хотите гиль бунт тихон обошел стороной пришел к себе на струк лег на стлань слушал как за бортом стучит хлюпает вода тихо да ласково ой как хотелось бы тишины да ласки да милосердия а как давече ревел боярин как хохотал что поп пузыри пускал а рыжий богатырь бещев не знает дурачок чертова сила что творит за боярином идет с него и спрашивать нечего спят спят люди дремлют и видел тихон над собой лицо аввакума доброе да сильное новое таких людей еще он тихон ни кали не видывал и когда вернулся на струк его сосед крюжов Сергей Семенович тихон крепко спал так и не попробовав ухи из боярской тони в работках лежит село лопатица недалеко от пристани работки на невысоком склоне между двух рядов холмов на дороге на Нижний Новгород кругом богатые луга бортевые темные леса на самом селе шестьдесят дворов на селе три кабака боярских спаивают народ весь приход большой до двухсот пятидесяти дворов жили в селе по старине миром староста да судьи были выборные крестьяне тянули посошное тягло посошное тягло подати центром всей общественной жизни была церковь в лопатицах да еще ближний монастырь макария желтоводского шел уже девятый год как поп аввакум петров священствовал в лопатицах а сан он принял на двадцать третьем году жизни сельский мир дал ему избу землю и он жил простым крестьянским обычаем попом аввакум был белым женатым попадя его кроткая настасья марков была дочерью кузнеца были они многодетны да еще жили в их семье младшие братья аввакума вдова одного из братьев и племянница у петровых как у всех крестьян на селе была лошадь сам поп пахал сейл жал хлеб косил сено и ему в этих работах помогали семейные трудились все шесть днем в неделю спали на лавках под овчинами в субботу ходили в баню в субботу поп в сельской церкви пел всеночную в воскресенье обедницу сдавая испытания на попа перед епископом молодой ставленник аввакум читал громко ясно выразительно за что получил подарок от епископа рясу с куфью несколько книг а став попом в этом еще преуспел и слово божие истекало из уст его как сладкие воды дом свой и хозяйство он вел строго и домовито за что пользовался уважением среди прихожан пробираясь полем в свое село щупая одежду покачивая головой раздумывал аввакум петрович о самом себе царь то алеша мне на москве обещал что больше меня никто убедить не смеет а вон оно как выходит а ведь у него у аввакума на москве много дружков и все немалые люди много нижегородцев на москве помогут же мне они думал поп аввакум знать он и не чуял еще тогда какими жестокими врагами обернуться потом ему аввакуму эти дружки бежит поп аввакум полем весенний ветер сушит да сушит на нем кафтан и уже ли такие-то московские люди его бедного попа в обиду дадут ей никак неужто у царя не найдется управы на жестоких воевод ей найду поп аввакум бежит а сам так все и видит как тогда оно было сидят его дружки и он сам в Москве в палате у благовещенского протопопа царского духовника Степана все тут никон архимандрит новоспасский молодой царский стряпчий Федор Михайлович Ртищев протопоп Иван Неронов другие попы что со всей земли в Москву за правду идут хлоп и дверь настежь и входит он надежа царь Алексей молоденек ох молоденек и все они сколько их народу в палате тогда ни было все единомышленные все душой об одном болеют быть бы московскому царству благочестивым православным царством первым в мире был бы в царстве всем народ добродетелен храмы благолепны Москва что твой царь град все они кругом царя как цыплята вокруг на сетке а он то царь батюшка всем им помогает всех то их хвалит как оно в псалме Давыдовом поется и вывел народ свой в радости избранных своих в веселье и дал им земли народов чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его кто выведет да он Алеша царь дружок свой царь то он все может попа в вакуум остановился перевести дух пощупал кафтан сух совсем не будет сетовать попадья Марковна а кругом родное под осыпью весеннего солнца свежа зелень лугов черны поля яркие озимые всходы сквозят перелески березы дальшаник за ними синий еловый лесок по черным полям за лошадками за сохами идут сильные пахари ребятки ведут лошадей кое-где и бронят волга сверкает вдали колким блеском три паруса белеют у берега надо быть шереметьевские струги обедают поплывут дальше в Казань на тех стругах рослый бородатый молодец что не побоялся прыгнул за ним в Волгу спаси его Христос добрый человек есть добрые люди на свете и вдруг будто холодом обдала пронизала попа словно судорога повела душу а может все те разговоры у протопопа Степана о церкви просто многомятежны горды занощивы да разве направишь вольный народ к правде крестными ходами колоколами хоругвями пеньем ей нет это одно величание против простых людей к народу нужно в сердце в душу войти жить с ними с простыми людьми учить их чему тому что душу мягчит спасает звать к любви к труду бог он любовь пример спасет народ слово учит пример ведет жить жить самому надо так чтобы как свеча гореть перед богом а не величаться дружбой с великими людьми на москве из чего это верится что большие люди могут великое сделать суета труды повседневные всенародные вершат величайшее а вот хочется да чего хочется попу опять в москву тащиться с большими людьми дружить языком звенеть пышные хоры слушать в успенском соборе а по церквам то по нашим служат неблаголепно и читают и поют враспуск скорей обызбыть службу работать ведь всем надо нет дьявол это соблазняет ставит меня на высокую гору на мир кажет вот он где все твое а ты не ходи не ходи в москву то держись за народ за простого человека за землю свою и поп Аввакум как столб пал с рыданьем на пахучую теплую живую пашню обнимал руками землю обливал ее слезами земля моя святой благодатной должна стать эта земля от трудов людских не от гордых слов не от пышных рис жить с простыми не с гордыми в народе спасенье в народе жизнь бесконечная народ то не для себя хорошего ищет а для всей земли господи помоги господи укрепи дурака чтобы дело твое делать безбоязненно и честно молился поп Аввакум помоги укрепи чтоб не возгордиться не покинуть народа на струге тихон босой проснулся сидел по-татарски поджав под себя ноги смотрел на уплывающие берега Крижов развалился около смотря в небо где кружили чайки слышь молодец чего загрустил проговорил Крижов приподымая с полушубка лысую свою голову аль все боярина вспоминаешь а то отозвался Тихон хоть говорить ему не хотелось а на что он мне на что тебе а вот лучше ты молись к Богу чтоб ты ему не понадобился тихо говорил Крижов ишь ты лихой в воду скаканул ты вот в воду скаканул а воеводе обида наплевать мне на боярский гнев поймал тебя его на игнашка как воробья мало бы не было души то не поймает душа душой а по спине отхлестать может за всяк просто верно душа молчит а спина горит не так это нужно делать тихон молчал слушай парень заговорил Крижов понизив голос а поедем со мной надо силы копить куда это а на дон то перво много народу на дон бежит с дону выдачи нет у нас на дону ежели бояре с москвы и бывают так речи говорят вежливо не эдак как воевода наш говорил подарки нам везут о батагах они и думать забыли потому что у каждого из нас сабля велик дон силен по старине правит там народ круг наш казачий сидим на дону не кланяемся никому хлеба и то не пашем кто волен тот и казак а делать что буду дел хватит рыбу лови на дону на москву вези торгуй а то с нашими казаками в сибирь иди путь показывает ты там все знаешь казаков теперь много в сибирь идет на черное море царь путь заказал женим девку дадим тебе ладну коня ружье саблю седло шапку оглядел огляделся кивнул на передний струк видал чего бояре делают так как же с ними с боярами говорить ежели не нашим казачьим обычаем саблей вострый воевода то только себя помнит а мы ему о других напомним он еще старик и ладно а на что сынок то похож а ляг вся стать и крыжов ощерил крупные желтые но все как один целые зубы а у нас на дону найдутся такие орлы что эти против них так подлетки небось и подмигнув повалился на свою овчинку и заснул овчинка у дону автор на его обе другого во автор обе боярами Pfizer в особо а нет в ту ш